и зададим интересные вопросы. А во второй части мы попрощаемся с гостями, как обычно, и подведем итоги. Рабочим языком первой части будет русский язык, а на второй – грузинский. Что касается наших дорогих гостей. Сегодня у нас в гостях Андрей Пионтковский, российский ученый, политический писатель и аналитик, публицист, кандидат физико-математических наук, член Американского математического общества, старший советник фонда «Свободная Россия» и приглашенный научный сотрудник Института Хадсона. Еще раз хочу поблагодарить вам за участие, Андрей Андреевич. Андреас Умлан, доктор философских наук, политолог, профессор Национального университета Киева-Могиллианской академии, Киев-Украина. Выражаю вам глубокое уважение, господин Андреас. Илья Пономарев, политик и общественный деятель, бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации. Илья Владимирович, не могу не выразить в двух словах глубокое уважение лично к вам. Без лишних эпитетов скажу, что в лице вас мы имеем дело с исторической фигурой. Для тех, кто не в курсе, напомню, что Илья Пономарев был единственным депутатом, кто голосовал против присоединения Крыма к России на заседании в Госдуме 20 марта 2014 года. Дорогой, просто единственным депутатом, который честно сделал свою работу. Не надо героизм и папа, правда. Исходя из той реальности, что была в то время, я лично действительно считаю, что это был героизм. И многие в Грузии, по крайней мере, так очень многие считают. Наши сегодняшние мероприятия отличаются и тем, что мы учли справедливое замечание наших многочисленных поклонников и хотя бы частично восстановили гендерный баланс. С помощью двух прекрасных дам – Татьяна Нагорняк и Элены Габриэльян. Татьяна Нагорняк – доктор политических наук, профессор, первый проректор Донецкого национального университета имени Василия Стуса, город Винница, Украина. Элена Габриэльян – корреспондент международного французского радио RFI, сотрудница телекомпании «Франция-24» и следователь постсоветских стран, город Париж, Франция. Татьяна Леонтьевна, Юлевна, огромное вам спасибо за участие. Конечно, Рубен Меграбян – эксперт Армянского института международных отношений и безопасности, город Иреван, Армения. Николай Полевой – доктор политических наук, профессор кафедры политологии и государственного управления Донецкого национального университета имени Василия Стуса, город Одесса, Украина. Владимир Копчак – руководитель Южно-Кавказского филиала Украинского центра исследований армии, конверсий и разоружения, город Тбилиси. Фархад Алиев, который нам попозже присоединится, он извинился, какая-то у него задержка, профессор философии и политической теории Дипломатической академии Азербайджанской республики, город Баку, Азербайджан. Михайло Кацин – журналист, телеведущий, политический консультант, кандидат юридической наук, город Одесса, Украина. Андрей Рудик – политолог, аспирант кафедры политических наук Киевского национального университета имени Тараса Щевченко, город Киев, Украина. И Сулико Григалашвили – доктор исторических наук, профессор грузинского технического университета, город Тбилиси, Грузия. Приветствую вас, дорогие гости, и спасибо за участие. Сегодня я решил ограничиться очень скромным монологом, поскольку не хочу отнять время моим дорогим гостям. А что касается моего скромного мнения, то я постараюсь его озвучить в процессе дискуссии. Украинский вопрос – это вопрос не только касающийся украинского государства и украинского народа. Его ареал или зона действия намного шире и охватывает практически весь постсоветское пространство. Для меня лично совершенно очевидно, что в случае падения Украины дни суверенитета моей страны, Грузии, будут сочтены. Это касается и других постсоветских стран, поскольку за его падением последует такая цепная реакция, которую потом уже никто не в силе остановить. Вот почему мы все грузины, армяне, азербайджанцы, белорусы, казахи, молдавы и все остальные не имеем ни морального, ни исторического права не поддержать Украину в эту трудную минуту. Поэтому главным преамбулом нашего сегодняшнего мероприятия является полная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. Думаю, мы все едины в этом вопросе. И напоследок хочу сказать, что наше сегодняшнее мероприятие будет интересным и насыщенным. Будут интересные доклады, интересные вопросы и ответы на эти вопросы. Еще раз спасибо всем за участие, дорогие мои. И, как обычно, предоставляю слово Андрею Андреевичу Пьянковскому. Андрей Андреевич, прошу вас. Андрей Андреевич. Андрей Андреевич, вы меня слышите? Какая-то проблема с связью Андреевичем. Если что, я могу начать. Хорошо, тогда Андрей Андреевич присоединится попозже. И господин Андреевич, прошу вам слово. Да, я бы хотел вот сразу же войти как бы в актуальную тему без особых там обсуждений исторических или каких-то философских вопросов. Я думаю, мы тут, как Украина уже намекнул, в общем-то, наверное, имеем более-менее похожие позиции касательно развития в Украине. И хотел бы вот касаться этого последнего обострения на российско-украинской границе. И вот немного поддискутировать четыре, как мне кажется, теории, которые были выдвинуты разными наблюдателями касательно этого обострения. Наиболее, наверное, распространенная теория это то, что вот эти войска там появились для того, чтобы напугать в первую очередь Украину, чтобы напугать Запад и чтобы изменить повестку дня российско-украинских, российско-западных переговоров, чтобы отвлечь внимание Запада от событий в Азовском море, где сейчас происходит такая ползущая аннексия Азовского моря. И тоже для того, чтобы выторговать на фоне вот этого, вот этих движений войск встречу с Байденом, которая вот, видимо, состоится скоро, то есть встреча Путина и Байдена. И это, наверное, самая распространенная теория, которую, я думаю, многие придерживаются ей. Я тоже частично ей придерживаюсь, но у меня есть некоторые сомнения насчет этого, о которых я сейчас скажу. Другая теория такая просто, что это все-таки была подготовка к полномасштабному какому-то нападению на Украину, но это было отменено. И что есть разные фракции в Москве, разные военные, невоенные наблюдатели и люди, которые влияют на принятие решения. И что, так сказать, сначала было, видимо, возможно, был план действительно начать большую эскалацию, а потом это было отменено. Третья теория такая, что это подготовка к более поздней эскалации, которая может состояться в августе, в сентябре или позже, и что вот как бы это большое движение войск и частичное их возвращение, это было для того, чтобы оставить по линии фронта, так сказать, или будущего фронта, достаточно войск и военной техники для того, чтобы позже совершить все-таки еще какое-то новое кардинальное вторжение в материковую часть Украины, которая сейчас еще не оккупирована. Ну и четвертая теория, я ее тоже слушал, вы, может, тоже о ней слушали, что это внутри политическое, это выражение внутри политической борьбы в России, что есть разные башни, есть разные фракции. Это теория Швеции, да, так называемая? Да, это вот этот бывший сотрудник АГБ, который сейчас живет в США, который вот озвучил эту теорию, и может быть, она верна, ее, конечно, очень трудно проверить, потому что, ну, может быть, действительно там что-то происходит в Москве, о чем мы не догадываемся, и вот эти, в общем-то, в чем-то странные движения войск, они вот просто выражают какие-то внутри политические процессы. Ну и, я думаю, вот как бы общая теоретическая рамка вот этой первой теории, где речь идет о том, что это просто запугивание Украины, Запада, это все-таки не подготовка, и что это никогда не было подготовкой для действительно военных действий. И она строится, вот эта, скажем, специальная теория для этого обострения, она строится на более широкой теории, которая развила в недавнем времени такая исследовательница, российская исследовательница, которая живет в США, Мария Снеговая, которая провела эпирические исследования риторики российских президентов и тоже общественного общественного мнения в России, и которая там нашла корреляцию между социально-экономической ситуацией или оценкой социально-экономической ситуации в России и, если так грубо выразиться, внешнеполитическим авантюризмом. То есть, чем лучше россияне живут, тем более авантюристски они себя ведут во внешней политике, и это выражается как в риторике президентов России, так и в общественном мнении, и вот на базе вот этой более широкой теории можно было бы сказать, что действительно вот это обострение, оно, наверное, на фоне плохой сегодня социально-экономической ситуации в России. Это было всего лишь блеф, и что это было лишь сделано для того, чтобы напугать Запад, Украину, и чтобы вот выторговать, скажем, вот эту встречу между Путиным и Байденом. Я, в принципе, тоже, ну и причем эта корреляция, которую Мария нашла, она не, это из индуктивного исследования, это не просто какие-то вот философские там размышления, а вот она нашла вот в результате эмпирических именно исследований вот эту, вот это такое совпадение. Но у меня все-таки есть тут два немаленьких но касательно этого. Во-первых, мне кажется, для Путина и его режима сейчас стоит задача поменять повестку дня для думских выборов в сентябре, поскольку социально-экономическая ситуация в России не только плоха, она, наверное, еще и хуже, чем это докладывается в официальных данных российского правительства. Что касается экономического роста, что касается социальной ситуации, что касается ситуации с ковидом, видимо, ситуация не только плохая, но хуже, чем мы знаем из официальной статистики. Там есть разные, были сейчас разные статьи, исследования касательно недостоверности российских официальных данных, касательно экономических, социальных вопросов и тоже таких вот вопросов, как сколько там людей умерло от ковида, сколько там заразилось и так далее. И на фоне этого Кремлю нужно как-нибудь решать вот этот вопрос думских выборов или как-то их переформатировать, или может быть даже весь режим переформатировать, например, создать коалиционное правительство уже из разных думских партий. Это было бы тоже, может быть, решение вот этой проблемы. Но очевидно, что у «Единой России» будут проблемы в сентябре. И как это решить, это нетривиальность задачи, потому что не так уж просто в таких режимах, электоральных автократиях не так уж просто сфальсифицировать выборы. Мы это видели в 2011 году. И эти выборы нужно или как-то изменить по свой характер этих выборов, например, через войну, или же изменить, в общем-то, характер режима в чем-то для того, чтобы уже справиться с этой новой ситуацией. Ну и второй, и на этом я закончу, фактор, который не учитывается, скажем, этой теорией Марии Снеговой, это вопрос поставки пресной воды в Крыму. Это, видимо, такая существенная проблема для Крыма, которая каждым годом обостряется. За последние 7 лет Россия не построила там фабрики по обессоливанию, обессоливанию для десалинации морской, черноморской воды. И, видимо, вот это обостряется проблема. И сейчас можно просто, так сказать, для того, чтобы не было войны, надеяться на то, что будет достаточно дождя, чтобы как-нибудь там в Крыму было достаточно крестной воды и не было повода для военной операции в материковой Южной Украине для завоевания так называемого Северо-Крымского канала, то есть канала, который поставлял до 2014 года из реки Днепра пресную воду в Крым. Ну и вот, может быть, я на этом закончу, и другие могут еще теперь, может быть, высказать свои соединения касательно этих разных теорий. У меня нет какой-то одной преференции тут. Я думаю, что все эти теории имеют как бы под собой некую основу. Господин Андреас, спасибо за очень интересный доклад. Но у меня такой полуполитический, полуфилософский вопрос к вам. Я бы сказал, что все четыре теории, которые вы изложили, действительно имеют право на существование. Но здесь важна одна деталь. Ни одна из этих теорий в конечном итоге не исключает возможность прямого военного вторжения. Я бы пошел еще дальше и скажу, что неприемлемость Украины как суверенного субъекта является ключевой парадигмой российской политической философии. При таком раскладе ситуации, каковы шансы Украине избежать агрессию или защитить себя в случае возникновения такой реальности? Хочу отметить, что вопрос не случайен, учитывая, что вы хорошо знакомы с анатомией как российской, так и украинской политики. Спасибо. Я постараюсь коротко на это ответить, потому что еще есть много других спикеров. Я уже долго говорил. Я думаю, что, во-первых, понятно, что не будет прямой военной помощи со стороны НАТО или Европейского Союза. Во-вторых, тоже понятно, что должны поставляться оружия. И сейчас, в последние месяцы, Турция, видимо, играет новую роль во всем этом, тем, что она поставляет в Украину вот эти дроны, которые имели, может быть, решающую роль в прошлогодней войне на горном Карабахе. Но я думаю, в конечном счете невозможно сделать украинскую армию такой сильной, чтобы она могла бы выстоять в полноценной межгосударственной официальной войне с Россией. Вот та война, которая уже была в Украине в 2014-2015 годах, это все-таки не была полноценная война. Там принимали участие тоже регулярные российские войска, но там не принимала участие российская авиация или российские ракетные, ну, с исключением противовоздушных ракетных войск, другие ракетные войска не принимали участие в этой войне. Если бы эти войска, российские войска принимали бы участие в этой такой войне с Украиной, то там шансов мало. Поэтому единственный способ, который остается у Украины, это искать союзники, которые бы наложили на Россию как можно более серьезные санкции в случае обострения и которые тоже как можно быстрее бы наложили такие санкции. Как только начнется эскалация, они упустили бы момент, когда уже, так сказать, война пройдет так далеко, что ее уже невозможно остановить санкциями. Я думаю, аннексию Крыма, например, можно было бы еще, может быть, остановить в начале марта 2014 года, когда еще не было так называемого референдума. Вот это псевдореферендум, может быть, там еще был шанс через резкие санкции это остановить, но, к сожалению, серьезные санкции только были приняты после сбития малайзийского авиалайнера 17 июля 2014 года. И эти санкции, которые потом после этого были приняты, и они были приняты не потому, что это было так уж выражение поддержкой Украины, они были просто приняты, потому что там более 200 граждан Европейского Союза погибли при сбитии этого малайзийского авиалайнера. И это было как бы неприемлемо уже для Европейского Союза. И те санкции, которые потом были приняты, они потом, хотя они не были очень сильными, как вот недавние исследования показали, эти санкции были более действенными, чем тогда можно было ожидать. Это были очень умеренные санкции, но они имели непромой, все-таки существенный эффект на российскую экономику. И в этом смысле тут есть, это единственный шанс сегодня для Украины предотвратить новую эскалацию. Спасибо. У меня есть, Амиран, можно еще задать вопрос? Мы не выходим из тайминга? Да, да, короткий вопрос, пожалуйста. Да, очень, очень короткий вопрос. Господин Уман, спасибо вам большое за очень интересный доклад, очень интересную вашу позицию. У меня будет очень короткий вопрос. Вот известный социологический центр в России, центр Левада, опубликовал следующие данные, в соответствии с которым уровень поддержки протестов оппозиции среди российского населения сокращается. Если в начале января это было 36% сочувствующих протестам, то сейчас чуть больше 20%. Не кажется ли вам, это при том, что это протеста не столько даже в защиту Навального, сколько в целом за свободу слова и за перемены в России? Не кажется ли вам, что мы излишне оптимистичны в отношении перспектив какой-либо оппозиции на думских выборах в сентябре? У Путина на самом деле все будет в порядке на выборах, и кого бы ни избрали, все равно изберут абсолютно лояльных депутатов к Кремлю и лично Путина. Спасибо. Очень справедливый вопрос и, конечно, это интересные данные. Я думаю, проблема тут просто в том, что вообще-то считается, что Единая Россия должны с большим отрывом победить на этих выборах. И проблема для режима тут в том, что есть многие люди, которые ожидают этого внутри Единой России, которые хотят получить посты, которые хотят сделать карьеру и которые ждут, чтобы Путин им подарил эти политические карьеры, в которые они, может быть, уже вложили деньги, энергию, время и так далее. А если люди будут голосовать за ЛДПР, за КПРФ, за справедливую Россию, тогда эти посты уйдут другим депутатам. Конечно, там не будет, может быть, даже яблоко не будет в новом парламенте и уж точно не будет партии Навального, но будет вот это вот протестное голосование, иногда тоже это называется умное голосование не за Единую Россию. И это для режима тоже проблема. Я поэтому и говорил, что, может быть, режиму придется переформатировать, так сказать, свою логику и создать коалиционное правительство из разных думских, прокремлевских партий. Спасибо. Ну, это, я думаю, я уже не помню, где я это говорил. Мне не кажется, что это большая, так сказать, слишком уж оригинальная, так сказать, интерпретация. Я думаю, это, так сказать, тоже выходит из его профессии, так сказать, этому. Он был научен, когда он готовился к службе в КГБ. И он действительно в последние 20 лет хорошо импровизировал. Ну, например, вот это вот взятие Крыма, это было, видимо, оно было подготовлено, видимо, заранее. Но потом решение и вот как это было сделано, это было, конечно, так сказать, особенно для российской публики очень эффектная операция, которая до сих пор поддерживается многими россиянами, которая, как бы, воскресила вот этот режим, который казалось в 11-13 годах, что он уже теряет поддержку народную и вот эта аннексия, и это импровизированная, я думаю, в чем-то импровизированная аннексия, но очень ловко импровизированная аннексия. Время, время. Спасибо вам. Спасибо вам, господин Андреас, за очень такой интересный разговор. Андрей Андреевич, вам слово, прошу вас. Андрей Андреевич, включите микрофон, пожалуйста, микрофон включите. Андрей Андреевич, микрофон включите. Ну, Клейбек, вы как организатор можете сами включить ему микрофон. Нет, я, и Екатерин, я напишу, шушь, ас администратору. Я, отключила, отключила. А, 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 чавур, тера, Екатерин, да, а то на Андрей Андреевич. Пионтковский, чавур, тера. Екатерин, где Смис? Андрей Андрей Андреевич, вы нас слышите? Кивните, если слышите. Вы должны сейчас услышать, да. Я блокировался с вашей стороны. Хорошо, я буду постараться короче, чтобы компенсировать потери на моё подключение время. В общем, все четыре теории Андреевича, они не просто имеют право на существование, они справедливы. Просто мы имеем дело с такой квантомеханической суперпозицией всех четырёх одновременно. И вот теми действиями, которые он предпринимал, вот когда ходил этими тяжёлыми военными хороводами в Акук-Украине, он пробовал, тестировал, в том числе и все эти четыре теории. Потому что неизменно одно, то, что вы, Амиран, подчеркнули. Его категорическое желание не допустить суверенной Украины и остановить её независимое развитие любым способом. Если удастся, то путём политических манипуляций нет, тогда может быть и военным. Но вот очень хорошо, что Андреас несколько раз вспомнил крымскую аннексию Крыма. Там вот ведь эта тактика прощупывания почвы, она же очень явно проявлялась. Мало кто вспоминает, что вот после того, как спецназ, видимо, Черноморского фрота захватил вот это здание в Симферополе Верховного Совета, из которого начали выходить потом какие-то документы, якобы решения этого органа, хотя он там ни разу не собирался. Было уже три пробных попытки. Первый документ, который оттуда вышел на следующий день после захвата, это совершенно невинное решение о проведении 27 мая или 26, я не помню, в тот же день, когда уже были назначены выборы в Украинскую Раду, референдум о расширении полномочий Крымской автономной исполнии. Потом через четыре, и если бы вот в это время было оказано какое-то сопротивление, то события, я думаю, развивались бы иначе. Ну, а ведь захвачен был этот дом после ночи, ночью простого дня, в котором крымские татары одержали тогда моральную победу над этими бандитами Аксенова. Я видел, я все это в прямом экране эфире, я видел на двух экранах, в каналах русского телевидения, этот Чубаров бился в юном вокруг Аксенов, бился в юном, у Чубарова изменялся. Если бы какая-то элементарная поддержка татарам от сил правоохранительных Украины, которые там присутствовали, в Крыму было оказано, было бы другое. И следующий документ тоже не говорил ничего там об аннексии, присоединении к России, там уже что-то немножко более смело просматривалось, как бы независимость. И, наконец, третий финальный документ появился, когда Путин понял, что никакого сопротивления не будет. Вот что-то подобное, это его стилистика, та же ГБшная стилистика. Поэтому проверялась все вот эти четыре теории и сценарий крупномасштабной войны, он одна из реальных опций, которая, вот я не знаю, есть ли там башни, но конфликт между различными этими четырехами в голове самого Путина или узкого коллективного Путина все время проходит. Потому что, почему вообще он возник серьезно, это уже не было в прошедшие пять лет после Минских соглашений. Потому что примерно до этой весны, до начала 2021 года, Путин считал, что все-таки вот эта операция ОРДО, она пройдет. Вот, под видом Путинской интерпретации Минских соглашений, он добивался от Украины легализации в украинском правовом поле своего военно-террористического плацдарма ОРДО, ничего в нем не меняя. То есть, фактически, присоединение Украины к ОРДО. И особенно успешно это продвигалось в первые месяцы президентства Зеленского, когда были подписаны Ермаковым с Козаком, а потом сначала Сурковым, а потом Козаком. Протоколы, берущие, у которых Украина односторонне брала в себя некие обязательства именно идти в этом направлении. Формула Штенмайера и потом предел достижений Ермака с Козаком. Это в марте прошлого года консультативный совет, некий такой верхний парламент ОРДО и Украины, который был отвергнут гражданским обществом достаточно сильно. И после этого началась обратная волна в украинской власти. И вот риторика Зеленского последних двух месяцев, она прямо противоположна его ранней риторике, она ничем не отличима от риторики его предшественника. Ну, видимо, человек невидим, а так и было, пришел с некоторыми иллюзиями о том, что Путином можно о чем-то договориться, сохраняя независимость и достоинство Украины. Вот эти иллюзии, иллюзии он лишился за почти два года своего президентства. Сейчас у него совершенно ясная картину Путина, и что Путин хочет, он себе представляет. Вот. И это, естественно, вызвало бешенство в Москве. То есть практически вот этот вариант покорения Украины через правовую легализацию ОРДО, он провалился. Нужно искать другие варианты реализации вот той стратегической цели, о которой мы все согласны. Вот они ее и ищут. И что касается варианта вот крупномасштабной агрессии, то во всяком случае и в Соединенных Штатах, и в украинском руководстве этот вариант рассматривается предельно серьезно, и обе государства к этому готовятся. Почему я выделил Соединенные Штаты? Потому что это как раз вот тот союзник, о котором Андреас говорил, что Украина должна идти. Вот этого союзника она нашла. Да, американцы никогда не пошлют военные дивизии свои сражаться там на Южном и Восточном фронте Украины. Но я говорил об этом на нашем прошлом собрании, а сейчас эта моя убежденность, она закрепилась. Вернее, не столько моя, сколько четкое создание военно-политического эстерджмента Соединенных Штатов, в так называемом «дип-стейт», о том, что вопрос предотвращения дальнейшей путинской масштабной агрессии и нанесения ему поражения в случае такой агрессии – это не вопрос благотворительности по отношению к демократическому государству, подверженному агрессии, а вопрос безопасности Соединенных Штатов. Потому что если после семи лет форумов, форматов, договоров, переговоров Путин продолжает безнаказанно и демонстративно свою агрессию, это, во-первых, означает полный крах системы европейской безопасности, которую Соединенные Штаты выстраивали 75 лет. И, может быть, что еще более важны последствия, которыми они столкнутся в Индотехианском регионе, и которую они считают сейчас для себя важнейшим, и задача соперничества с Китаем, как важнейшая задача Соединенных Штатов на ближайшие десятилетия, они сейчас быстрыми темпами выстраивают там свою систему безопасности. Куэд-Аллиенс пока, это Аллиен-Четверка, Индия, Япония, Австралия, Соединенные Штаты. Там наберется достаточно других участников, потому что все эти державы, все государства, они озабочены такой уже совершенно неприкрытой, откровенной экспансии Китая. Но если на глазах Соединенных Штатов здесь, в Европе, не могучая Китай, а в общем некий гопник из питерской подворотни творит все, что угодно, продолжая свою агрессию, то на Востоке такие вещи чувствуют очень тонко, и доверие к Соединенным Штатам, как потенциальному союзнику, обрушится полностью, и на Дальнем Востоке образуется стратегический вакуум. Поэтому они, Соединенные Штаты, сейчас твердо решили, что они будут защищать Украину. А что конкретно? А конкретно об этом говорилось достаточно четко во время переговоров Блинкина в Киеве. И более того, об этом американцы открыто говорят своим российским каунтрепатом. Это уже не экономические станции, такие вот щадящие, хотя и достаточно болезненные, а это уже переход к тому, что я определял, как тотально экономическая война. Это включает три основных элемента, отключение от SWIFT, нефтяное и газовое эмбарго и арест русского триллиона знаменитого активов российской верхушки в юридикции Соединенных Штатов, и, видимо, то же самое будет примерно той же суммой в Великобритании. Это меры разрушительные для российской экономики и чрезвычайно болезненные, просто для самой сути существования всей российской верхушки, для МОДОСа ее существования, которое заключается в том, чтобы воровать в совершенно неграничных масштабах России и складывать свои богатства на территории западных стран. Вот эта решимость достаточно твердая. Параллельно идет и другой процесс, который я частично коснулся – консолидация украинского общества и готовность его к сопротивлению. Ведь эволюция, которую протерпел за два года своего президента Зеленский в взглядах на Путина, Россию и природу его агрессии, это не эволюция одного человека, а это, что гораздо важнее, это эволюция его электората. Ведь, посмотрите, вот у меня есть такая рабочая модель, я никому его не навязываю, но она мне помогает разбираться в украинском политике. Вот на выборах последних, в первом туре 15% голосовало за вот это, как называется, ПЖП. Ну, это люди, которым недорога независимость украины, классические. Вот тот один народ, о котором говорит Путин, считающий, что нет никого украинского народа, есть вот один путинский народ. 30% голосовало за Порошенко, несмотря на целый ряд претензий, которые были у Порошенко, и объективных, и субъективных, и совершенно невероятную кампанию его динамизации, которую ввели почти все украинские каналы. Часть из них принадлежала Медведчуку, а часть – Коломойскому. А вот там остается 55%. Вот я бы, их обычно называют болотом, а я бы не называл их столь неуважительно. Это вот люди, которые хотели подумать и разобраться. Это люди, которым дорога независимость Украины, но которые задавались, а почему бы нельзя независимой Украине иметь хорошие, добрые отношения с Россией? Вот тот же, собственно, под этим розунгом Зеленский и выигрывал свою кампанию. Он считал, что, может быть, просто надо перестать стрелять, может, виновата та проклятая партия войны, мифическая, которая символизирует Порошенко. Вот, на мой взгляд, за эти, и это очень важный процесс, за эти два года от этих иллюзий избавился не только Еленский, но и его электорат, плотя от плоти, которым он является. И сейчас украинское общество достаточно консолидировано для сопротивления российской агрессии, в каком бы масштабе она ни была предпринята. И американский политический эстеблишмент определился с необходимостью поддержки Украины в случае этой агрессии как с проблемой своей национальной безопасности. Это два фактора. Возвращаемся вот к основному вопросу, который над нами летает здесь. А вот решится ли Путин на все-таки крупномасштабную агрессию? Вот те два фактора, которых я перечислил, консолидация украинского общества и готовность Соединенных Штатов, выраженная дословно прямую американскими представителями, своим российским каунтипатом, они, конечно, как бы играют против агрессии. Но есть два фактора, которые играют за. Вот я не знаю, я не читал исследований Марии Сноговой, но я наблюдаю состояние психологическое не российского общества, а вот российской элиты. Ведь люди, беснующиеся на телеканалов шоу, это неверность средств русского общества, но это точные средства российской элиты. Так вот, уровень ненависти к Соединенным Штатам и таким ее сателлитам, как Грузия-Украина. Я вот довольно пожилой человек, я прожил все постсоветское время, я помню его атмосферу. Никогда не было такой истеричной ненависти к Западу и к Соединенным Штатам. Более того, вот этот послесталинский, такой особенно брежневский период, это был период такого взаимного уважения и самоуважения, основанного вот на этих договорах, астратологической стабильности. Вот мы, есть некий суперлига мировой политики, в которой есть только два клуба СССР и США, вот мы вместе с американцами в нем играем. Вот, а вот этот, конечно, комплекс поражения в холодной войне, потери империи, это так называемый верморский комплекс, характерно не для массы, а для политической элиты. Он играет свои роли, особенно он бушует вот в руководящих головах. И последний, вот этот фактор, толкающий Путина эту авантюру. И вот буквально в последние месяцы, и, а вот в последние недели, особенно становится заметным новый фактор. Я очень много писал о российско-китайских отношениях. Мне казалось, что я все же написал, и просто бессмысленно все повторять. Но сейчас замечается одна очень интересная тенденция. Китай резко сменил моду своего моделирования своим младшеньким партнерам. Вот до последнего времени российско-китайские ДЛС складывались вот таким образом. Россия как-то вставала на цепочки и хотела дотянуться до статуса стратегического союза. Ведь мы же стратегические союзники с Китаем. Это же вот так замечательно. Вот мы будем вместе простоять США. А китайцы довольно холодно. Их так рассаживали, что нет, это не то. Мы никогда не заключаем стратегический союз. Китай всегда сам по себе. Потому что был период, когда у них очень выгодные для них рабочие отношения были с Соединенными Штатами. Они прекрасно воровали все и сейчас продолжают. Американские технологии это совершенно необходимый элемент их грандиозного экономического успеха. Американская администрация говорила о большой двойке кондаминов. Им зачем им нужно связывать себя еще публично с стратегическим союзником, с какими-то маргиналами, все время подчеркивающим свой антимериканизм. А сейчас, когда они вступили в период президента Трампа, а с уходом Трампа это не изменилось, в резкое столкновение с Соединенными Штатами, терять что-то им уже не нужно, а наоборот, нужно как-то затащить русского партнера поглубже в свои объятия. И на самом высоком уровне начали повторять мемы о том, что изменяется стратегическая ситуация в мире. Вот последний тезис их министра иностранных дел, который с восторгом цитируется на всех российских каналах, нет пределов к российско-китайскому стратегическому союзу. Совершенно очевидно, что вот в этой ситуации, возможно, они буквально подталкивают Путина к обострению отношений с Соединенными Штатами, ну, как бы, поднимая его до уровня своего стратегического союзника, что они раньше категорически отказывались. И, может быть, даже намекая, давай вот, а мы тут поддержим, не случайно в последнее время очень активизировалась их активность в Тайваньском проливе и в Южно-Китайском море вообще. Ну, тут они играют в игру, которую я описал подробно в своей статье. Она широко разослась, по-моему, я говорил о ней на нашей последней передаче. Она называется «В ожидании трупа врага». Дело в том, что российско-американское столкновение прямое вокруг Донбасса, любой войсход очень устраивает китайцев. Если американцы все-таки дрогнут и не пойдут достаточно далеко, как они обещают сейчас украинцам, как они декларируют в защите Украины, то вот осуществляется тот сценарий, о котором я говорю. Полный обвал доверия к ним в Юго-Восточной Азии и перед Китаем открывается стратегический вакуум. Это громадный успех. А в другом случае, если эта путинская авантюра окончается поражением, а для царской России, какой бы она ни называлась, там, коммунистической или феодальной, поражения кончались в потере власти царями в России, создастся ситуация такой нестабильности, хаоса, и китайцы прекрасно решат все свои вопросы на Дальнем Востоке и Сибири, которые у них давно намечены и которые они решают факт за факт. Вот эти, то есть, по всем рациональным оценкам, Путин не должен пойти на войну такую полномасштабную с Украиной, но вот два фактора, собственно, уже отравленность собственной пропагандой и мягкие подталкивания старшего китайского брата могут склонить чашу весов в другую сторону. Что касается сопротивления, я не вижу никакой политической силы, которая в Москве этому будет сопротивляться, я вижу одну интеллектуальную силу, которая, я уверен, будет этому сопротивляться, это генеральный штаб. Вот та же ситуация была перед войной в Афганистане, которую затеяли три человека, Андропов, Громыко и Устинов. Категорически был против весь генеральный штаб и его начальник маршала Советского Союза Агархов. Мне рассказывали офицеры, которым он служил, и он вернулся совершенно раздавленным и взбешенным с заседания политбюро, где было принято это решение. Потому что я думаю, что господин Герасимов, он такой же русский имперец, не хуже любого Путина или Патрушева, но он тот человек, который должен считать, рассчитывать практически варианты. Вот в частности, ну хорошо, ладно, я на этом закончу, и так уже слишком много наговорил. Спасибо, Андрей Андреевич, вы и на мой вопрос тоже ответили, который я хотел задать. огромное вам спасибо и благодарю вас за ваш очень интересный как всегда речь. Илья Владимирович, Илья Владимирович, вы на связи, да? Да, да, я здесь, конечно. Хорошо, вам слово, пожалуйста. Всем добрый день, я постараюсь не повторять то, что уже сказали коллеги с большим количеством сказанного, я согласен, я скорее остановлюсь на том, с чем я не согласен, для того, чтобы как-то оживить нашу дискуссию. Начну с того, о чем говорил Андреас, четыре варианта, четыре сценария и так далее, я думаю, что главная причина скопления войск и так далее, она была совершенно в другом. Я просто очень внимательно слежу за тем, что происходит в этих так называемых ДНР и ЛНР, что там говорят люди, что говорят люди типа Стрелкова в России о происходящем, и так же все равно общаюсь с некоторыми товарищами, которые остаются в Москве и которые так или иначе что-то слышат в коридорах российской власти. И по состоянию на февраль там настроение было, я не буду употреблять слова там истерические, панические и так далее, но был сформирован, если не консенсус, то даже вообще как бы постсоветское сознание такое очень конспирологическое, все ищут каких-то длинных сложных заговоров и всего прочего, ну так в общем была такая теория, что украинская армия собирается наступать, что в Киеве значит насмотрелись события на Горном Карабахе, получили беспилотники от турков и значит на середину апреля там даже назывались конкретные даты там между 15 и 21 апреля как только заканчивает весенняя распутится, что значит украинская армия собирается наступать. Ну и как справедливо отметил Андрей Андреевич в российском генштабе в общем люди привыкли считать неважно то есть вот какие у них там убеждения и так далее вопрос профессиональных качеств и на данный момент чисто военном плане чаша весов на этом театре военных действий она скорее в пользу Украины это вот то о чем постоянно говорили разные российские военные аналитики которые ну пророссийские совершенно не проукраинские которые стоят на той стороне что Россия Кремль предпринял большое количество шагов для того чтобы выбить из этих республик там все сколь бы то ни было там пассионарные элементы вот всяких там стрелковых отозвали Моторол застрелили значит Захарченко взорвали и так далее бойцов активно вербовал Пригожин на различные другие горячие точки они оттуда разъезжались и в итоге тот контингент который там сейчас есть он сами называется прокремлевские силы считают боеспособным весьма условно одно дело держать позицию там периодически стрелять в украинскую сторону там устраивать какие-то мелкие провокации другое дело что если украинская армия перейдет наступить поэтому соответственно вся эта история с армией на мой взгляд в данном случае она носила я не хочу сказать его защитный характер но действительно была задача запугать украинскую элиту что не дай бог вы что-то сделаете значит мы готовы перейти перейти в наступление в этом смысле же в России это особенно ничего не стоило потому что Шойгу вел традицию регулярных проверок боеспособности армии которая происходит весной и ну вот провели ее таким образом да то есть осветочили войска на данном конкретном участке участке границ с военной точки зрения я абсолютно убежден что два наиболее безопасных для Украины участка это участок границы значит с Донецкой и Луганской областями и это Крым потому что это те два места где их ждут и где созданы все необходимые укрепрайоны где украинская армия готова к возможному наступлению российская армия в самом конечно российская армия как тоже было справедливо отмечено наверное сильнее с авиацией и со всем остальным но тем не менее для Путина и здесь вот Андрей Андреевич очень прав он выстроил этот бонапартийский режим в стране военное поражение и даже не только поражение а просто большое количество потерь для него является абсолютно неприемлемым он воюет тогда когда ему за это ничего не будет или воюет чужими руками даже вот коллеги из Грузии это же хорошо знают в 2008 году кто был в авангарде российского наступления в Южной Осетии два чеченских батальона то есть это та же самая тактика чтобы если были потери чтобы они были как бы не свои или были бы очень хорошо спрятаны когда российская армия дважды была вынуждена вмешиваться в события происходящие в ДНР и ЛНР я имею в виду регулярная армия то есть не засланные казачки которых они именуют отпускниками а именно как регулярные части они дважды входили во время наступления на Мариуполь во время боев за Дебанцева тем не менее это было очень кратковременное участие и эти потери можно было так или иначе спрятать и то мы очень хорошо помним когда Шлозберг например в Суховской области раскрыл масштаб потерь закончилось это для него тяжелым избиением в прямом физическим насилием его адрес то есть это была действительно такая чувствительная информация которую Кремль не хотел чтобы она распространялась и сейчас тут Маша Снеговая абсолютно права вся социология показывает что война с Украиной для российского населения будет непопулярна эта социология в Кремле есть одно дело это захват Крыма который многие россияне считали что по справедливости значит российские по недоразумению типа Хрущев его передал Украине тоже другое дело Беларусь которую можно продать российскому населению как восстановление Советского Союза что для подавляющего большинства российских граждан будет безусловно поддержано совершенно другая история это кровавая война с Украиной а уже больше не будет такой прогулки как была в Крыму вот тоже как приводился пример там крымские татары значит с бандитами Аксенова да то есть вот такого уже точно не будет да то есть уже украинская армия хорошо укреплена и профессионально и потерь будет достаточно много даже если в Кремле все-таки в каком-то угаре безумия это тоже исключать невозможно потому что этот фактор он есть да то есть там с мозгами там в случае рационального мышления все в порядке но в случае эмоционального не очень да там соответственно могут быть эмоции и решения принимают на результате искаженной информации но в любом случае они тогда пойдут с обходным маневром они пойдут там искупать скорее всего в направлении там на изюм на север от этих самых республик или будут устраивать морской десант на Азовском или Черных морях то есть сделать обходной маневр чтобы ударить в тыл украинской армии но даже в этом случае потерь будет все равно очень много и военные риски я считаю что для Путина они будут неприемлемы хотя еще расскажу что единственный способ получить мир это конечно готовится к войне тут как бы сомнений никакого нет и в этом смысле то что украинское общество напомнили о том что оно живет в состоянии войны это конечно я считаю полезно потому что я там совсем-совсем не согласен с анализом Андрея Андреевича относительно политической ситуации внутри Украины общественной ситуации общественных настроений и так далее но это на мой взгляд предмет для совершенно отдельного спора кто за кого голосует и почему и какая у людей есть мотивация но то что является действительно медицинским фактом это то что общество несмотря на то что по телевизору регулярно говорят про восток Украины тем не менее общество начало к этому привыкать и оно не живет сейчас в состоянии войны чисто психологически за исключением там отдельной части общества такой националистически патриотической настроенной но эта часть маленькая а большинство украинского общества у него это вот чувство войны оно оно притупилось и в этом смысле Кремль сейчас вот этим скоплением войск напомнил то есть впервые за очень много лет меня там регулярно спрашивали мои друзья и знакомые которые не имеют отношения к политике там отношения к бизнесу и так далее там все-таки Путин перейдет в наступление или нет до этого это никого не интересовало то есть вот сейчас это активно начало интересовать и это я считаю там полезным побочным результатом на завершение я бы хотел еще сказать про международный аспект который тоже говорил Андрей Андреевич и Андреас затрагивал этот вопрос я конечно всегда стоял и стою на позиции что спасение утопающих дело рук самих утопающих кому вот как не нашим опять-таки грузинским коллегам про это знать иллюзии о том что кто-то будет серьезно помогать это иллюзия поставки оружия может быть хотя мы видим что при Байдене явно происходит смягчение по отношению к тому что происходило при прошлой администрации сейчас визит Блинкина в Киев прямым текстом было сказано ребята не злите Путина до момента пока мы с ним не встретимся дай бог в июне встретиться это точно непонятно но в любом случае украинскому руководству было сказано не злите нету соответственно приглашения на саммит НАТО на который Зеленский очень сильно надеялся никакие ПДЧ даже речи не идет я уверен что в ближайшее время идти не будет даже там мечта тоже украинского руководства получение какого-то особого статуса особого союзника США поза НАТО я тоже в этом очень сомневаюсь я не вижу что во-первых этот статус на самом деле по большому счету может дать но психологически это та вещь которая могла бы кого-то в Украине сильно вдохновить кого-то в России сильно оскорбить и быть какой-то пощечиной но именно по этим причинам я считаю что этого не произойдет я уверен что для американской элиты вопрос Китая более важен все что я вижу в Вашингтоне в котором провожу много времени это то что один аналитик из десяти может что-то сказать по Украину девять аналитиков из десяти будут говорить про возможный союз Россия и Китай эти мысли я постоянно слышу как они звучат как раз той среде которую сейчас слышат в Белом доме и на фоге работают и эти голоса они сильно забивают вопрос вопрос Украины тем более что у Байдена с Украины еще есть травма которая связана с его сыном с коммерческим скандалом и там он сейчас допустим затих но это совершенно не означает что его не будут разыгрывать политические оппоненты в будущем а там есть что разыграть хорошо зная ситуацию с Бурисмой со Злачевским с Хантером и так далее в силу того чем я занимаюсь профессионально там есть что разыграть и если в Америке будут люди которые будут к этому подходить там не так как к этому подходил господин Джулиани а более системно то это может быть проблемой и президент США понимает что это может быть проблемой поэтому я уверен что он сам лично будет держаться от Украины подальше он выбрал себе госпожу Нуланд в качестве такого экрана потому что те кто ее знают лично знают особенности характера этого человека это была одна из причин почему ее так долго не утверждал Сенат вот Блинкен полетел в Киев с ней хотя в общем-то это нарушение всех обычаев госдепа обычно же летают первый уровень с третьим второй с четвертым третий с пятым и так далее то есть никогда летают первый со вторым в данном случае Сесна полетел первый со вторым и это ровно потому что то есть все полномочия решения вопросов по Украине они будут у госпожи Нуланд их не будет ни в Национальном Совете Безопасности как это было раньше люди которые были при Байдене когда он был вице-президентом и которые естественно рулили вопросом по Украине Майк Карпентер Шанна Маканжо все не при делах в этой администрации Майк Макфолк который мог бы в этом принять участие который явно на это рассчитывал тоже соответственно не участвует ни в каком вопросе принятия решений это очень много говорит о том какая будет эта политика поэтому на словах конечно американцы будут поддерживать Украину очень активно здесь никаких сомнений нет я думаю что эта риторика будет многократно более громкой чем она была при Трампе думаю что недостатка на эпитеты вот мы уже слышали там про убийц да то есть значит высказывание я думаю что недостатков таких эпитетов не будет а вот с реальным действием у меня есть большие сомнения но я считаю что Украина на данный момент достаточно сильно окрепла для того чтобы идти своим курсом и защищать себя самостоятельно а Путин я думаю будет гораздо больше потому что я говорил в начале своего выступления будет гораздо более сосредоточен на Беларуси чем на украинском фронте спасибо Илья Владимирович насчет чеченцев хочу вам сказать ну один такой деталь действительно вы все об этом знаете насчет участия в грузинско-российской войне в 2008 году чеченского батальона двух батальонов это был батальон восток потом их очень хорошо отблагодарили я могу сказать одного брата убили там по-моему в Саудовской Аравии а другого пристрелили с автоматом и в центре города Москвы Сулима по-моему Сулима напротив Белого дома так что Илья Владимирович и дорогие мои гости если кто-то пожелает там и кто-то думает еще чтобы там пойти на стороне России воевать против Украины пусть вспомнит эту историю про братья в Ямадаеве так а что в ДНР и ЛНР ровно та же самая история посмотрите там посмотрите на всяких Моторолу и Захарченко один короткий вопрос и я хочу чтобы извините Илья Владимирович ну коротко ответили я не могу вас отпустить без этого вопроса потому что мне писали мои знакомые наши слушатели и задавали попросили задать вам такой вопрос это исключительно касается того дня заседания 20 марта 2014 года пожалуйста опишите что происходило в Кремле в тот день какая аура царила в зале заседания что вы чувствовали когда шли против всех и всего что вам говорили коллеги после голосования поверьте это очень интересно и очень коротко если можно коротко все это изложить господин Илья от второго Карлипнях друзья ну слушайте на самом деле я много раз это рассказывал я расскажу в качестве штриха то что я очень редко рассказывал значит эксклюзив такой маленький да да практически практически эксклюзив да значит ну потому что для меня я решение значительной степени принял за два дня до голосования в Думе на встречи в Кремле потому что там были это абсолютно такие сталинские сталинский съезд победителей да когда все скакивают там овации слава вождю кричат там и так далее вот я единственный из всех собравшихся тогда остался сидеть вот на меня они сфотографировали и опубликовали фоточку что значит типа я сидел во время исполнения государственного гипна что конечно неправда вот и меня это очень сильно задело думаю то есть это вот добило как-то психологически наверное но в тот день меня же отсадили на галерку значит товарищи по справедливой России там значит господин Миронов да Андрес ты абсолютно прав он для меня же и однопартиец поэтому для меня это важно примеры мои коллеги по левому фронту именно так меня и напутствовали когда я шел в Госдуму в этот день вот именно этим примером да но значит вот я конечно сидел на галерке и рядом со мной сидело три ренегата два ренегата да то есть значит мы трое ренегатов были в этом смысле значит два ренегата были этот самый Алексей Митрофанов и Игорь Зотов значит Митрофанов когда-то был в ЛДПР потом значит перебежал в справедливую Россию и в справедливой России значит он вопреки решению фракции проголосовал за назначение Медведева премьером то есть фракция консолидированно голосовала против а он проголосовал за и Зотов тоже он был лидером партии пенсионеров и тоже значит решил солидаризироваться с Кремлем короче значит они сидят два рядом и меня посадили рядом с ним за то что я в свое время там поддержал Гудкова когда их выгоняли из партии Оксану Дмитриева и так далее то есть меня тоже посадили на эту же самую галюту вот значит и вот когда все это идет ну то есть там Митрофанов сидит со мной непосредственно рядом вот и постоянно мне что-то на ухо приседает то есть там доклады значит на трибуне относительно того как все будет хорошо когда мы будем вместе я не помню кто тогда делал все эти все доклады там было три доклада перед голосованием ну и они там что-то бу-бу-бу-бу-бу-бу вот а Митрофанов у меня бу-бу-бу-бу-бу-бу значит наушник и он так между прочим спрашивает ну а ты как собираешься голосовать ну ты же нормальный человек мы же знаем что ты нормальный человек и понимаешь что это означает да то есть понятно я нормальный человек но вербует да можно так сказать или его кто-то llo кто-то предел о том чтобы он за мной присмотрел да в этот в этот момент времени И поэтому, когда дело дошло до голосования, я правой рукой голосую, и он с правой руки сидит. То есть я тяну руку кнопки, он хватает меня за руку и говорит, что вообще с ума сошел, нас же всех посадят. Ну и я поэтому проголосовал левой рукой. У меня все в Украине смеются о том, что я просто ошибся кнопкой, потому что другой рукой голосовал. Но смех в том, что Митрофанова действительно посадили, возбудили уголовное дело, и он бежал. Он из-за себя боялся, выходит, тоже. Да-да-да, абсолютно. Так что он не зря боялся. Он не зря боялся, да. Да, его действительно посадили, но эту историю я действительно не знал. Ладно. Илья Владимирович, большое и огромное спасибо. Это действительно, это для наших слушателей, это очень, можно сказать, исторические минуты. Мы выслышали от первого лица то, что происходило в эти исторические моменты. Ну, правда, но тебе достаточно прекрасней. Зачем так? Нет, 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 мы все понимаем. Спасибо вам. Татьяна Нагурняк, вам слово. Вы на связи? Татьяна Леонтьевна? Да, конечно. Спасибо. Да, вам передается слово. Спасибо, Пану Гри, за приглашение. Добрый вечер, коллеги. И я позволю воспользоваться подходом Ильи Владимировича и позволю тебе не согласиться с некоторыми тезисами. И если уважаемые организаторы мне дадут демонстрацию экрана, я попытаюсь это показать цифрами. Конечно, конечно. Как с этим сделать? Вам нужна наша помощь? Да, я хочу присоединить коллег к демонстрации своего экрана. Мне сейчас пишет организатор, отключил демонстрацию экрана, поэтому, если вы позволите. Сейчас я напишу. Екатерина. Да, да, сделала уже. А, сделала уже, говорит. Катюша, спасибо. Спасибо. Да, Катюш, спасибо. Да, 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 все видно, все видно, отлично. Да, спасибо. Уважаемые коллеги, я бы поговорила о том, что зрелость любой системы может определяться степенью ее адаптивности. И вот адаптивность этой системы, она может измеряться абсолютно разными категориями. Я сегодня хотела бы остановиться на позиции, которую озвучил уважаемый Андрей Андреевич, и с чем я не могу согласиться. Он говорил о тезисе, что украинское общество изнутри сегодня демонстрирует высокую степень консолидации. На самом деле общество Украины сегодня очень растеряно, и я вот здесь благодарна Илье Владимировичу, который чувствует украинское общество чуть больше, или многим больше, чем Андрей Андреевич, и поэтому я бы хотела показать ряд цифр, которые демонстрируют, что украинское общество только начинает делать такие шаги, уверенные в сторону консолидации, но консолидации как таковой еще нет. При этом я бы хотела напомнить, что на самом деле взаимоотношения государства и общества тут в принципе присуща этому развитию бинарность. Немного сценариев. Сценарий, когда государство берет на себя роль какого-то модератора, и непосредственно государство и общество выступают такими равноправными субъектами формирования своего социального контракта. И здесь мы можем говорить о том, что такая модель, возможно, направлена на раскрытие потенциала этого общества и формирования государства-нации как таковой. И другой вариант – это вот эта паноптично-карцерная система отношений, которая сегодня существует в Российской Федерации, где государство и ряд внешних акторов определяют вектор развития, а для удержания общества, соответственно, работают практики разного рода, разные политики, и ряд из них на экране. Предлагаю посмотреть на показатели взаимоотношения государства и общества на вот эти пять, на показатели легитимности государственной власти и на примере украинской государственной власти, государственных и социальных институтов я покажу, что собой представляет Украина изнутри, отношение граждан к событиям, ключевым событиям, которые определяют ее будущее, определенное социально-экономическое состояние системы, показатели миграции, в данном случае украинцев и национальная система высшего образования. Обратите, пожалуйста, внимание, ничего нового. Зеленский теряет поддержку в первый свой год пребывания на президентском посту. То же самое делал Виктор Янукович и Петр Порошенко. И баланс доверия и недоверия к отдельным государственным и социальным институтам, он выглядит в первые четыре года. Я специально выделила сначала 13-16, и следующий слайд будет 17-20 года. Я хотела показать, что вот этот вот кризис легитимности государственной власти, он наметился давно, но с 13-го года экспонента, которая показывает в привязке к определенным телагам показатели доверия к государственным и общественным институтам, она выглядит вот так. То есть в первый период 13-16 года, это вот период как бы довоенный и первые годы войны, церковь падает, удерживают волонтеры, общественные организации приблизительно в равном статусе доверия, очень падают средства массовой информации и растут добробаты. Сама организация украинского общества, она такова, что украинцы не столько доверяют армии, сколько доверяют добробатам. В последние четыре года ситуация крайне меняется. Вы видите, что армия набирает вес и на армию ставят граждане Украины. И хочу сказать, что вот у Андреса была такая позиция, вот когда была война, 14-15 год, она не была, она есть. Действительно, Илья Владимирович абсолютно прав, официальный дискурс несколько уходит от этой темы. И лишь небольшое количество людей помнят, что сейчас российско-украинская война никуда не исчезла. Вчера и позавчера скорбила в Виннице, мы хоронили ребят, которым 28 и 29 лет, и которых привезли в закрытых воровах, естественно. Поэтому есть позиции, которые не позволяют украинскому обществу это помнить, но скорее это субъективно, потому что я донечанка, Донецк мой город, моя молодая, малая родина. При этом я с этой точки зрения объективно фиксировать вот эти вот интенции общества не совсем могу. Тем не менее, в контексте кризиса доверия государственной власти могу видеть, что после Томаса церковь набирает вес. При этом московский патриархат, а он называет себя Украинской православной церковью, тоже является абсолютно серьезным конфликтогенным фактором, что раскачивают общество и раскачивают серьезно. И говорить о консолидации в этом смысле невозможно. Добробаты теряют позицию, но растет армия. Отношение к основным позициям, вот я взяла 2012-2019 год, вы можете видеть, как растет количество украинцев, которые поддерживают евроинтеграцию, которые категорически не воспринимают формирование социально-экономических союзов с Россией и Беларусью. И очень показательным является изменение того количества респондентов, которые не видели Украину в НАТО в 2012 году. И, соответственно, практически половина населения сегодня говорит о вступлении Украины в НАТО и не поддерживает всего лишь 23%. Наконец-то, и я вот взяла 2018 год, чтобы показать, что это был переломный год, когда к 2018 году украинцы все же приняли для себя абсолютно четкую позицию, что речь идет о русско-украинской войне, о войне между Украиной и Россией, не о сепаратистских настроениях Донбасса, не о гражданской войне, не о войне между Россией и США, не о требованиях какого-то там включения восточных регионов Украины как субъекта Российской Федерации, как произошло после аннексии России и Крыма, а все же о российско-украинской войне. Более скажу, академический дискурс уже защитил не одну диссертацию именно с этой категорией русско-украинская война с тенденциями и с защитой национальных интересов. Условия реинтеграции Донбасса в Украину. Это тот вопрос, который сегодня, естественно, поднимается на разном уровне, и мы все чаще слышим из официального дискурса о том, что выборы на территории Донбасса нужно проводить по государственным правилам, по правилам государства Украины, но большая часть украинского общества, к счастью, понимает, что речь идет о процессе легитимации боевиков. Поэтому проведение выборов не на украинских условиях, не на условиях так называемой ДНР или ЛНР, в принципе, не принимается украинским обществом. Не принимается точно так же, вы видите, 61% полную амнистию всех участников боевых действий. Не принимается позиция формирования военных прокуратур или других силовых органов ОРДЛО из местных представителей. Мягче позиция, но тем не менее, слава богу, что она больше, чем 54%, это внесение изменения в Конституцию Украины для того, чтобы российский русский язык получил статус государственного языка. И хочу показать вам именно те первые шаги консолидации, о котором я бы хотела, чтобы тезис Андрея Андреевича реально соответствовал действительности. И, может быть, мы встретимся на подобную конференцию, организованную на УКРИ, может быть, через два года, и мы можем говорить о том, что Андрея Андреевич был настолько прозорлив, что мы можем это констатировать. Вы видите тренды ответов на вопрос, Украина движется в правильном направлении или в неправильном. Обратите внимание на период Зеленского и на красный штрих, и на бирюзовую стрелочку. И вот это именно показывает, что сегодня доверие к президенту не 73%, а 23-25%. То есть та эйфория людей, которые ожидали от Зеленского последовательных и таких прогрессивных шагов, она спала. То есть есть разочарование, но при этом те, кто категорически не воспринимал Зеленского, в последние два-три месяца, и об этом тоже говорил Илья Владимирович, я абсолютно разделяю эту позицию. То есть последние действия Зеленского, они категорически противоположны Зеленскому первого года президентства, и поэтому среди своих оппозиционеров он тоже отбирает сейчас категорию людей, которые его поддерживают. Поэтому мы можем говорить о том, что украинское общество делает только первые шаги в сторону консолидации. Относительно социально-экономических показателей. Реально наблюдается снижение доли дееспособного населения в сельской местности. Растут агломерации, урбанизация, рост внутренней миграции, и приграничные территории становятся оголены. И это угроза для их захвата не только со стороны Российской Федерации, то есть в части Николаевской области, Херсонской, Харьковской, Запорожской, но и соответственно открываются на территории Украины университеты и даже факультеты, например, венгерские, которые тоже формируют такую приграничную двойную идентичность, что тоже является угрозой национальным интересам и национальной идентичности. Пандемия. Очень серьезно пандемия добавила факторов деконсолидации общества, и мы видим увеличение числа безработных, мы видим увеличение доли экономического активного населения городов, что позволяет развивать еще более теневой сектор экономики. Трудовая политическая и образовательная миграция украинцев, она естественно волнует любого представителя академического общества, потому что введя всякого рода индикативную стоимость на обучение, то есть обучение для контрактников в Украине будет в рамках минимум трех зарплат средних, что намного выше, чем, например, обучение в Варшавском университете. То есть представителям молодежи проще даже никуда не выезжать в условиях пандемии, подать заявление в вузы, например, Польши или Чехии, или Словакии, или Венгрии, и получить право на бесплатное обучение или платное, но гораздо дешевле, чем это будет в Украине в этом году. При этом вот перед вами цифры эмиграции, это количество людей, которые уже в те периоды дискретные, которые указаны здесь, они получили право на жительство, и эмигранты, которые растут или удерживают свои позиции в связи с внутренней государственной политикой. Плюс хотела бы сказать, что в контексте образования неоправданно высокое количество число вузов. Это характерно не только для Украины, но для всего постсоветского пространства. Вот цифры, которые демонстрируют разницу. Например, вот Канада имеет 93 вуза, и 96 только находятся в Киеве сегодня. В Великобритании 160 вузов, Украина на сегодня имеет 660. К оптимизации, конечно же, не готовы вузы Украины, но вот это вот неоправданно высокое число вузов, оно характеризуется параллельно и такой категорией, которая вошла сейчас в официальный дискурс, это столетие пустых аудиторий, потому что дети вынуждены работать, потому что образование должно перестраиваться, потому что практикоориентированный подход к обучению сейчас только делает первые шаги в Украине. В Украине только пишется единая стратегия развития национального образования. Очевиден для всех абсурдность профиль вузов, потому что юристов выпускают и педагогические университеты, и есть примеры, когда хореографию преподают заочно, но при этом формируются очень сильные вузы, которые входят в QS и в другие международные рейтинги, и 6-8 университетов демонстрируют очень высокую планку. Есть вузы с внешними инвесторами иностранными, в том числе, естественно, европейскими и США, и на сегодня Украина, в отличие от очень многих других бывших советских республик, может похвастаться внешними аккредитациями, то есть вузы получают европейскую аккредитацию, и, естественно, работает Нацагентство Украины по качеству, о котором можно говорить смело, что последние три года качество образования Украины, оно формируется и развивается в соответствии с европейскими принципами и процедурами. Наверное, мы должны говорить о перспективах и должны говорить об усилении субъектности территориальных громад, должны говорить об общественных организациях, о потенциале гражданского общества. Наверное, мы должны говорить, и эта практика уже существует, о запуске локальных программ поддержки, развития малого и среднего бизнеса сейчас для восстановления человеческого капитала территорий и активов территорий. Наверное, мы должны говорить о цифровых практиках диалога общества с властью и объединения украинцев вокруг аутентичного и перспектив самостоятельной и суверенной нации. Спасибо большое. Спасибо огромное, Татьяна Леонтьевна. Я к вам обязательно вернусь потом к концу к вопросам, но я хочу вам попросить одну вещь. Пожалуйста, мне вышли, высылайте потом вот эту презентацию, мне это было очень интересно. И если, конечно, это не проблема. Татьяна Леонтьевна, вы меня слышите, да? Да, да, конечно, конечно, вы же, конечно. Высилайте потом, пожалуйста. Элина Габриэльян, вы меня слышите? Здравствуйте, слышу хорошо. Да, да, Элина Габриэльян, вам слово. Элина Габриэльян, Париж, Франция. Приветствую всех и благодарю за приглашение. Я рада участвовать в этой встрече. Как просили организаторы, я буду говорить о том, как во Франции смотрят на ситуацию в Украине и как это отношение к происходящему в Украине изменилось. Вот, в частности, во французском обществе, во французской прессе, а также в политической элите французской. Вот я как-то попытаюсь с этих трех точек зрения рассмотреть. Ну, во-первых, я должна сказать, что для среднестатистического француза то, что происходит сейчас в Украине, и на самом деле это что-то очень-очень далекое, потому что, как бы удивительно это ни звучало, но на сегодняшний день до сих пор доминантная тема, которая у, опять-таки, среднестатистического француза возникает, говоря об Украине, это тема Чернобыля. Просто тогда для французов была визуализация угрозы от ядерной катастрофы, да, именно географически они открыли карту и увидели, в какую сторону направляется облако, и с тех пор Украина так осталась такой темой, которая ассоциируется с Чернобылем. Но, действительно, в 2013 году произошел переломный момент в том смысле, что французские СМИ очень интенсивно начали говорить о происходящем в Украине. Практически каждый день были в сводках новостей информация об Украине, и Украина стала в информационном плане с этого момента чуть ближе. Правда, на сегодняшний день, если говорить о конфликтах на востоке Украины, то он вписывается в такой общий список конфликтов, о котором здесь говорят в сводках новостей международной политики. Это в Сирии, Ирак, Йемен, и, в принципе, украинский конфликт, он настолько, не настолько кажется и близким к Франции, и в том смысле, что, например, от сирийского были беженцы, часть которых, например, Франция приняла, да, вот с украинским, хотя этот конфликт находится в Европе, да, географически, но, тем не менее, это кажется что-то менее волнующее среднестатистического француза. Вот. Тем не менее, знаете, важно понимать, что изменилось отношение, не отношение, а вот работа французских журналистов в Украине, и это тоже оставило свой отпечаток на восприятии французским обществом. Потому что с 2013-2014 годах началось, французские журналисты начали немного по-другому работать в Украине, потому что они начали ее лучше узнавать, потому что чаще начали ездить. Если раньше какие-то происходили события в Украине и отправляли корреспондентов из Москвы или же из Парижа, крайне редко, но чаще из Москвы, там корреспондентский пункт очень многих СМИ, то в 2013 году во время Евромайдана очень много журналистов французских поехали в Украину и начали не только освещать, но и регулярно туда возвращаться. И сформировалось, я бы условно назвала такое сообщество журналистов-украиннофилов, которые начали специализироваться непосредственно по Украине. Если раньше, например, это были журналисты, которые специализировались по постсоветскому пространству, то появилась более конкретная географическая специализация. И в СМИ также появилось очень много экспертов, тоже специалистов по Украине, и консолидация экспертного сообщества также с 2014 года стала более интенсивной. И здесь важно отметить, что, может быть, и есть некоторые трактовки, отличия в трактовках, да, и некоторые разногласия в экспертном сообществе, но доминирует такое представление среди французских экспертов и французских журналистов о том, что это было не присоединение Крыма, а аннексия. И это не гражданская война в Украине, а агрессия со стороны России. И речь не идет только об угрозе в отношении Украины, но и об угрозе в Европе в целом. Вот, соответственно, подходя к третьему пункту, то, как воспринимает ситуацию французская политическая элита, насколько реалистично она вообще воспринимает и нависшие над Украиной угрозы, важно понимать, что также переломным моментом был 2014 год, потому что действительно аннексия Крыма была просто холодным душем, если не шоком вообще для Европы и, в частности, для Франции также, потому что такого развития событий не ожидали, не прогнозировали, по крайней мере, в этом временном отрезке. И в Европе не только этого не ждали, но и были к этому абсолютно не готовы. И то, что происходит сейчас, начиная с 2014 и до сегодняшнего момента, мы видим, что Россия действительно испытывает способность Запада отвечать на свои действия. И просто, в отличие, например, от других территорий, куда, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, ну или в Африке, да, где Россия бросает вызов бывшим колоняльным державам, мы видим, что в Украине она пытается демонстрировать свое эксклюзивное право на влияние. Вот. И при малейшем вот заявлении о евроатлантической интеграции Россия показывает свои мускулы, и вот в Европе это прекрасно видят. Ну, в Париже, естественно, тоже. Да, были извлечены уроки после аннексии Крыма, потому что если тогда даже не допускали, что может быть крымский сценарий, хотя я напомню, что после событий в 2008 году, в августовске, в Грузии, грузинские эксперты, даже некоторые украинские эксперты говорили о том, что если не останавливать в Грузии, да, Владимира Путина, то он может пойти на Украину. Но тогда очень несерьезно относились к таким прогнозам здесь, да, и мне, знаете, это напоминает немного тоже нереалистичное восприятие страны, страны европейских дипломатов, заявление сирийских оппозиционеров о том, что сирийский режим так быстро не падет. Вот, и я говорила в 2011 и 2012 годах с европейскими дипломатами, которые говорили действительно, что вот-вот Асад, режим Асада падет, и мы видим, что тогда европейская дипломатия оказалась не очень дальновидной, да. Так вот, крымские события действительно немного добавили реалистического восприятия в европейской политике, и, соответственно, мы видим, что с момента крымских событий и до сегодняшнего дня санкции в отношении России только ужесточались. Другое дело, что действительно во Франции есть споры относительно того, насколько эти санкции эффективны. Есть эксперты, которые считают, что они, наоборот, контрпродуктивны, потому что Россия еще больше замыкается, ужесточает свою политику в отношении Запада, а еще и ужесточает в отношении внутренней оппозиции. Так вот, как же дальше действовать в отношении России, да, если рассматривать украинский конфликт? Так во Франции рассматривают украинский конфликт на сегодняшний день в намного широком контексте. Много изменилось в 2014 году, потому что тогда действительно украинский конфликт был в центре внимания, но сейчас добавилась стирия, да, Беларусь, коронавирус, Навальный и все эти темы. На самом деле сейчас, когда говорят об отношениях с Россией, они тоже рассматриваются, и украинский вопрос далеко не единственный. Ну, Франция выступала всегда за то, чтобы вести диалог с Россией, как говорит Эммануэль Макрон, открытый и честный, но при этом важно начертеть красную линию. Так вот, об этом он говорил, кстати, несколько месяцев назад, но с тех пор то, что происходило на востоке Украины, вызывало обеспокоенность Франции, но о красной линии от Кедорсе мы не слышали до сих пор. Тем не менее, мы услышали в отношении Навального, да, то есть было заявление французского МИДа о том, что в случае смерти Навального виноваты будут российские власти и, соответственно, будут санкции. То есть жесткий ответ будет. Но вот в отношении Украины, насколько далеко готовы зайти в свои санкционные политики французские власти и где именно проходит эта красная линия, пока заявления такого не было. Тем не менее, если смотреть на те различные сценарии, которые предлагают французские эксперты, это может быть и высылка дипломатов, это может быть и расширение санкционного списка, который уже существует, там остановка северного потока, да, что очень большая победа воспринималась бы со стороны Украины, тоже отключение Асвифта, о чем говорили на сегодняшней встрече. И финансовая, и военная поддержка Украине. То есть, может быть, от самого такого мягкого, да, варианта ответа до самого там жесткого, я бы назвала больше такой иранский сценарий, да. Вот. Но мне все-таки кажется, что европейцы в любом случае пойдут больше за американцами. То есть, европейцы сами действовать в одиночку, на мой скромный взгляд, не будут, как, в принципе, мы видели и в предыдущих случаях, да, принятие санкций, вот. А будут основываться на политике такого диалога и сдерживания. Но, опять-таки, не более того, потому что уже было озвучено о том, что воевать там за украинца, французы и немцы не пойдут. И, в принципе, на уровне 27 договориться вообще об ужесточении санкций достаточно сложно, потому что отношения с Россией тоже неоднозначны у всех европейских стран. То есть, достичь консенсуса, в принципе, в Евросоюзе не так просто. Вот. И французскую политику я бы отнесла к такой более, ну, умеренно такой мягкой, нежели к жесткой, как, например, в странах Восточной Европы. Поэтому, может быть, можно надеяться на то, что Франция каким-то образом через диалог может добиться каких-то создания таких площадок, как, например, да, нормандский формат. Ну, а что возможно добиться в рамках этого нормандского формата, конечно же, это мы видим, что нормандский формат на сегодняшний день находится в состоянии, так скажем, застоя, да, и последние вот встречи, которые были у дипломатов, они не привели к таким существенным результатам. Я, как пообещала, у вас отключен микрофон, Амиран. Огромное спасибо, огромное спасибо, Елена, было очень интересно, но я не могу вас отпустить без одного вопроса. Это очень важно, потому что для меня лично это очень важно и интересно, и, думаю, и для других тоже. Смотрите, что я хочу вам сказать. Елена, ровно 14 лет назад на саммите НАТО в Бухаресте нам обещали вступить в Альянс. Однако двери, ну, практически, можно сказать, еще закрыты. А в это время мы прошли через войны, потеряли территорию, да, это факт. Уже многие думают, что Европа готова бросать нас ради своих экономических и энергетических интересов и признать как сферу влияния России. Хотя я с этим не согласен, но такое мнение действительно существует. Есть ли у вас противоложные аргументы по этому поводу? Пожалуйста, коротко изложите ваше мнение. Спасибо, Елена. Спасибо за вопрос. Я вообще думаю, что эти обещания, которые были на Бухарестском саммите, они вообще сами по себе не были реалистичными. По крайней мере, они были сопоставимы с теми возможностями, которые на Западе готовы были создать для реализации этого проекта интеграции. И сейчас мне уже кажется, что вообще эти обещания звучали как такое вот испытание реакции Кремля, да, потому что сразу после этого, это было в апреле, если я не ошибаюсь, это эти заявления, Бухарестский саммит, да. Вот. И мы видим, что после этого, как вы говорите, была война и только ужесточение политики России. Ну вот, с одной стороны, Запад испытал Кремль, Кремль ответил, и сейчас вот Москва испытывает Запад на способности действовать, но пока, как вы говорите, да, двери остаются закрытыми. Хотя вот мы слышали буквально недавно, речь шла о том, что двери открыты, но от, например, желания вступить в НАТО до партнерства, Украина, да, прошла как минимум, если память ей не изменяет, 10 лет, вот. И мы понимаем, что путь к членству НАТО очень длинный и тернистый, и он не только тернистый из-за того, что, как на это реагирует Москва, да, но и внутри самого Альянса. Представьте себе, вот, убедить все 30 стран НАТО, что Украина и Грузия должны стать там ее членами, особенно сейчас, когда на территории этих стран есть конфликты, да, которые в любой момент могут перейти или переходят там в горячую фазу. И вот эти приоткрывшиеся двери, мне кажется, в 14 лет назад, как вы говорите, они, даже если остаются, ну, открытыми на словах, но на делах эти двери закрыты. И не из-за признания Украины и Грузии как сферы влияния Москвы, потому что, мне кажется, здесь уже диктует само украинское и грузинское общество, что они геополитический выбор уже сделали, и с этим нужно считаться всем, в том числе и странам, членам НАТО. Но что касается экономических и энергетических интересов, то я не думаю, что на сегодняшний день эти интересы очень сильно прикасаются с интересами России. И действительно, интересы экономические и Украины, и Грузии, они постепенно интегрируются в интересы евроатлантического сообщества. И по этой причине я не думаю, что будет какое-то, ну, в кавычках, скажем, предательство, да, со стороны Запада. Другое дело, что, да, танки отправлять в Грузию и Украину, и войска НАТО пока не будет. Хорошо, большое спасибо. Мне ясен ваш ответ. Но я хочу прокомментировать маленький ремарк такой. Если, я думаю, вы знакомы, ну, это отчетом Тальявина после войны 2008 года, и мы все увидели там, как смотрит на грузинские проблемы старая Европа. Ну, это не совсем удовлетворено, если мы хорошо прочитаем и увидим, что было написано в этом докладе госпожи Тальявина. Спасибо вам, Елена, было очень интересно. Владимир Копчак, вы на связи, да? Да, да, я на связи. Как меня слышно? На связи. Да, 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 Владимир Копчак. Идва слышно, да. Слышно, хорошо, да? Да. Готов. Ну, уважаемые Амиран, уважаемые организаторы, уважаемые участники, то, что я услышал, всем-всем огромное спасибо за поддержку Украины. Это первый тезис. Вы не представляете, насколько для нас, украинцев, это важно. Нижайший вам поклон. Спасибо. Смотрите, чтобы не злоупотреблять временем, я в своем докладе выдерну такой интересный момент. Извините, но это важный фактор времени, Владимир. У нас сегодня много выступателей. Да, да, да. Я извиняюсь просто. Я буквально тезисно, смотрите, игра мускулами Кремля по времени уникальным способом совпала с рядом, скажем так, параллелей, капкана параллелей, я бы даже так сказал, между российско-украинской войной на данном этапе и Карабахом. Ну, то, что пресса, гражданское общество, обыватели, они стараются всегда искать, ну, скажем так, простые вопросы на очень сложные темы, но даже очень разные экспертные, скажем так, компании повелись, на мой взгляд, на ошибочные параллели между тем, что происходило. Даже уважаемый Илья Пономарев меня немножко удивил в своем докладе тем, что он поверил в то, что якобы кто-то поверил в российском гештабе, что Украина собирается применить карабахский сценарий на Донбассе, я так понял, в роли Азербайджана. Ну, в ведомство Герасимова там, конечно, ребята примитивные, но не до такой степени. Вот. И я бы остановился здесь на некоторых моментах. Ну, вы уж простите мне такой ликбез. Вот. Ну, буду говорить прямо. Карабахский опыт прошлого года для украинских реалий, мало того, что он не релевантен от слова совсем, он еще и вреден, на мой взгляд, потому что он уводит дискуссию не туда. По пунктам. Давайте себе четко понимать, что Украина противостоит Российской Федерации. То есть в никаком формате карабахского сценария, когда, грубо говоря, один на один Азербайджан против Армении, вот, ни в первом приближении, ни в каком варианте для нас не будет. Также этот опыт, он не релевантен от слова совсем, начиная от географии, от географии театра военных действий до, скажем так, возможных и существующих союзнических раскладов. Это надо себе четко понимать. Следующий момент. Фактор карабахского сценария для Украины был очень активно использован российской пропагандой. Персонажи все хорошо известны, должны быть в первую очередь армянской аудитории, которые работали в Карабахе и собой затмили, скажем так, армянскую информационную составляющую в 44-дневной войне, чем усугубили, скажем так, восприятие и фрустрацию общества после поражения на поле боя. Далее. Следующий момент. Надо себе четко понимать, что эти спекуляции Кремля насчет того, что вот Киев сейчас применит карабахский сценарий для надбаса, все эти спекуляции, они были ориентированы прежде всего на внутреннюю российскую территорию. Ну, безусловно, там на Турцию, на Украину и на коллективный Запад, который по отношению к Украине очень неоднороден. Вот. Следующий момент. По фактору Турции. Турция, безусловно, стратегический партнер на данном этапе Украины. Для Украины, при том, на деле, а не на бумаге. У нас своя история сотрудничества, она ни хуже и ни лучше, чем у Азербайджана. Вот. Она просто другая. По очевидным причинам Турция никогда не обеспечит того союзнического формата для Украины и для кого-либо другого, какой был обеспечен для Азербайджана. Это надо себе тоже очень четко понимать. Я могу долго рассказывать про форматы квадрига, могу долго рассказывать про военно-техническое сотрудничество. Кстати, тут тоже даже самые уважаемые эксперты попали в капкан эффекта Байрактаров, как я бы сказал. Просто напомню один интересный момент, что Киев, шесть комплексов Байрактар, закупил не то, что до Карабаха, он закупил эти комплексы до сирийского промоушена этих комплексов в Идлибе. Это надо себе четко понимать. Поэтому, если мы говорим о военно-техническом сотрудничестве, то речь здесь идет об, скажем так, одомашнивании турецких образцов на украинских предприятиях и, наоборот, о создании совместных предприятий, о создании, скажем так, совместных проектов для собственных вооруженных сил, а также для третьих стран с ориентировкой на экспорт. Понятно, ценим поддержку Турции в плане вопроса поддержки крымских татар в вопросе, скажем так, конфронтации с Кремлем в Черноморском бассейне и так далее. Эти вещи надо себе точно четко понимать, но они никак не релеванты к той военно-политической обстановке, которая сложилась на момент 27 сентября прошлого года вокруг Карабаха. Следующий момент. Вы должны прекрасно понимать, что игра мускулами Кремля это был один из примеров того, что Кремль свои компании в любых масштабах ведет по некой универсальной формуле. Это ложь, шантаж и провокация. Объем лжи вы могли, наверное, оценить, если вы следили за событиями эскалации вокруг границ Украины и так далее. Шантаж здесь предыдущие докладчики разложили по полочкам, мне здесь нечего добавить. А вот с провокацией у Кремля возникли проблемы. То есть на нынешнем этапе, скажем так, создать новый гляйвец для Кремля очень сложно. И, скажем так, в Кремле, наверное, хорошо себе понимают, что в него уже слабо поверят даже в Воронеже, если понимать. Следующий момент, который я бы хотел подчеркнуть. Вот, понимаете, дело в том, что если в таком контексте, обсуждая и преломляя в виде лобовых параллелей опыт Карабаха на украинские реалии, в тень уходит сценарий, когда Украина для себя может получить Карабах наоборот. Вы должны себе четко понимать, что российские спекуляции вокруг военного решения Украиной, вопроса Донбасса и Крыма, они нерелевантны. Почему? Потому что Украина никогда не пойдет на, скажем так, формат российского стирания с лица земли, грозного и так далее. Как ни крути Луганский и Донецк наши города, но это не отменяет военного сценария, потому что я всегда говорю, давайте сейчас смоделируем самый фантастический вариант, что Россия отказывается от поддержки этих вази-государственных образований, выводит все свои войска, даже при таком, скажем так, сценарии оптимальней, чем для Украины, туда войдут пограничники на границу наши, туда войдет национальная гвардия, войдет военная полиция и так далее. То есть это как ни крути, будет все равно военный сценарий, но он не в том формате, который пытается нанизать в рамках пропаганды Кремль. Следующий момент, который я бы подчеркнул, если вы от кого-либо слышите, что Украина возьмет вместе с Турцией, возьмет и карабахский сценарий, по карабахскому сценарию пойдет что-то освобождать, это надо очень правильно и четко прочитывать. На языке Кремля это звучит, это мы пойдем наступать, как минимум на уровне шантажа и давления, что мы с вами и наблюдали. То есть это было абсолютно информационное сопровождение определенных процессов, и мне очень удивительно, что уважаемый Илья Пономарев на эту тему то ли купился, то ли ее в том или ином виде пытается резонировать. Очень показательный момент. Следующий момент, что бы я хотел здесь еще подчеркнуть, касаемо как быть Украиной дальше. Понимаете, вот все эти разговоры о поддержке Запада, который очень неоднороден. Даже посмотрите по отношению к Украине, есть грубо говоря позиция Соединенных Штатов, есть крыло, назовем европейское в лице Польши, Румынии, Балтийских стран, есть позиция Парижа и Берлина, где очень сильны настроения Путин-ферштейрства и так далее. Даже после смерти 15 тысяч украинцев, я говорю о готовности вести бизнес as usual с Кремлем. Эти настроения не есть, и мы их очень хорошо понимаем. Украина, понимаете, находится в том состоянии, что она должна быть готова, что при любом, даже самом эскалационном сценарии со стороны Российской Федерации, поддержка коллективного Запада будет колебаться между глубокой озабоченностью и критично глубокой озабоченностью. К этому надо просто быть готовым. А любой поддержке, которая будет выходить за эти рамки, мы будем несказанно рады, но как ни крути, это все-таки для нас будет бонусом, а не каким-то ключевым или оптимальным решением. Это надо себе четко понимать. Поэтому экономим время, считайте это такое, скажем так, подведение методом. С моей стороны оставлю время другим закатчикам и для вопросов. Спасибо. Спасибо, Владимир, я к вам вернусь, потом к вопросам. Оставайтесь. Николай Полевой, вам слово, прошу вас. Слышно меня, да? Да, да, слышно, Николай. Добрый день, дорогие организаторы. Спасибо, что позвали на эту очередную конференцию. Если позволите, я хотел бы коснуться сначала вопроса, который начался с выступления Андреаса Умланда в отношении гипотез об истинных намериях Российской Федерации при подтягивании военных сил к границам Украины. И было высказано уже достаточно много. Я замечу то, что наблюдал по мониторингу, который я провожу. С начала этого года я веду мониторинг одесского сегмента Фейсбука, скажем, одесского региона, на предмет пророссийской пропаганды. И, в общем-то, было достаточно удивительно, что Российская Федерация, которая, как мы знаем, знает толк в гибридной войне, стягивая войска, никоим образом не усилила уровень этой пропаганды. Он как был в течение всех четырех с половиной месяцев наблюдений до сегодняшнего дня, так и остается в районе где-то двух с половиной трех процентов, скажем, из всего комплекса постов в Фейсбуке. Вот этот процент является пропагандистским. Из чего я, в общем-то, сделал и в конце апреля, и это подтверждается, этот вывод. Сделал вывод о том, что, несмотря на все это вот играние мускулами, по сути, не существует намерений действительно реализовывать российское вторжение. Ну, я полагаю, что как раз по возможному возрастанию уровня пропаганды в дальнейшем мы сможем заранее увидеть этот момент, поскольку все прекрасно понимают, что мало вести войска, необходимо еще получить какую-то поддержку населения. Да, можно его распропагандировать, но для этого необходимо прилагать какие-то усилия, которые не были приложены. Это то, что касается, скажем, вопроса об истинных намерениях России. И, возвращаясь, собственно, к теме нашей встречи, я полагаю, необходимо взглянуть на проблемы российско-украинской войны с нескольких точек зрения, опять-таки только пунктиром, и стараясь не пересекаться с выступлениями предшествующих коллег. Ну, скажем, с точки зрения мировой политики, продолжение войны или состояние хрупкого мира, они на самом деле идентичны. Да, есть некий раздражитель для мирового сообщества, но, как хорошо сказала госпожа Габриэлян, в общем-то, войны за границей моего собственного государства это только часть какого-то информационного пейзажа, да, и, собственно, как для французов, так и для других европейских стран, неевропейских, ну, войной больше, войной меньше, никого не удивишь. С точки зрения геополитической, да, и в Украине, и на Западе есть достаточно людей, которые, ну, собственно, и в России, которые склонны опасаться того, что Российская Федерация, например, осуществит присоединение к себе Украины, восстановление территории СССР в какой-то там части, ну, допустим, без балтийских стран. Понятно, Белоруссия уже практически российская. Эти опасения, ну, чисто территориально, в общем-то, имеют под собой основания, да, это возможно. Но мне кажется, что здесь существует элемент переоценки опасности такого присоединения, хотя Украину, конечно, жалко очень сильно, поскольку восстановление территории большей части Советского Союза под одним флагом, под российским, например, оно же ни в коем случае не означает восстановление той мощи, которая была у Советского Союза, например, там, образца 60-х, 70-х годов на международной арене. И в этом отношении мне кажется, что российские теоретики немножко заблуждаются, и почему-то у них на поводу идут и западные теоретики. Хотя, повторяю, этот сценарий, казалось, кажется, не очень приятным для Украины. Что касается внутренней политики украинской, то мы понимаем, что гораздо продуктивнее, например, для победы на выборах давать избирателям тезис о мире, пусть и хрупком, нежели о войне, хоть и гибридной. И этим, как мы помним, умело воспользовался в своей президентской компании Зеленский. Ну, мы можем думать, верил он в это или не верил, это уже другой вопрос, но, в общем-то, факт остается фактом. Мир продается лучше, даже если он хрупкий. С точки зрения российской внутренней политики, которая очень сильно ориентирована на внешнюю, война в Украине это идеальный сценарий, поскольку оно позволяет убивать сразу много зайцев и пугать внутреннее население, и, в общем-то, использовать разного рода средства воздействия на Украину, от дипломатических средств до, например, гуманитарных конвоев. И с радостью констатирую, хотя, возможно, Андрей Рудок об этом еще скажет, что, в частности, не упоминался сюжет, ну, хоть что-то я могу сказать вновь среди своих талантливых коллег насчет того, что Россия, мне кажется, всерьез наслаждается возможностью тестирования новых видов вооружений на востоке Украины. Вроде как, ехать далеко не надо, и война почти настоящая, в общем, Россия, мне кажется, это вполне устраивает. Но вот с точки зрения уже Украины как все-таки самостоятельного национального государства, а не какого-то там проекта внутренних или внешних каких-то сил, то есть того, что, в общем-то, представляет для нас, украинцев, ценность, я полагаю, что и война, и хрупкий мир, они одинаково опасны. Ну, война, поскольку истощает, действительно, наши силы, как физически, так и морально, и все-таки веру населения в мудрость правительства. Ну, у нас и так, в общем-то, и веры, и мудрости не очень много у правительства, а тут вроде как война усугубляет этот фактор. Хрупкий мир, на самом деле, кажется, на внешний взгляд лучше, и какое-то время он срабатывает, допустим, даже в политических проектах, но условия хрупкого мира, угроза, постоянная угроза возобновления войны, она висит, как домоклов меч и, по сути, не дает ничего ни планировать, ни реализовать развитие. Ну, я бы сравнил хрупкий мир с жизнью в съемной квартире без договора. Ничего не сделаешь и не знаешь, когда хозяева выселят. Ну, скажем, те, кто владеют этой квартирой. Да, война хуже тем, что убивают наших солдат, но, честно сказать, угроза неожиданного возобновления военных действий и тех же смертей солдат, в общем, мало, чем отличается в лучшую сторону. Мне представляется опасным то, что мы пытаемся сами себя утешать, ну, в общем-то, каким-то образом обнадеживать примерами ситуаций, когда хрупкий мир сохранялся достаточно долго. Там две Кореи, Израиль, там Ирландия или Великобритания. Ну, честно сказать, мне кажется, что эти примеры, хотя их часто, в общем-то, вспоминают в разных комбинациях, не очень релевантны для Украины. Возможно, ну, в силу, во-первых, других масштабов, других исторических условий, во-вторых, мне кажется, в силу того, что в тех случаях стороны, ну, более жаждали, прежде всего, более сильная сторона, жаждали мира. В то время как у нас мы понимаем, что, в общем-то, Российская Федерация открытым текстом заявляет, что независимая Украина, ей совершенно ни к чему. И, естественно, в этих условиях хрупкий мир превращается в передышку на условиях более сильного противника, то есть Российской Федерации. То есть, в общем-то, это для них передышка, а для нас некое такое ужасное состояние следующего обострения, что, собственно, мы и видели на протяжении двух последних лет уже при Зеленском. Я понимаю, что, сидя в Одессе или Виннице, в общем-то, легко быть ястребом, но я полагаю, что для Украины единственный выход – это именно продолжение войны. Понятное дело, что мы не можем вести наступательные действия, но вот как раз сфера неконвенциональной или же гибридной войны, мне кажется, той сферой, в которой у нас могут быть шансы. Да, наши возможности невелики, но, как показал замечательный пример, вот это вот обострение в связи с игранием мускулами российскими. Ну, в общем, дипломатические усилия и поддержка западных партнеров сыграли немаловажную роль в том, чтобы хотя бы игра мускулами прекратилась. Хотя, повторяю, с моей точки зрения, это именно игра мускулами и была. И, в общем-то, мы здесь выступали как плацдарм, на котором Путин мерился разного рода органами с американцами. Но мне кажется, что как раз вот в неконвенциональном плане мы вынуждены ожидать того, не то, чтобы ожидать, а стремиться к тому, чтобы война была завершена на наших условиях. И, в общем-то, мне кажется, она не может завершиться иначе, кроме как, так или иначе, распад Российской Федерации. Есть одна ниша, в которой Российская Федерация, согласно нынешним наблюдениям, опережает Украину, кроме всего прочего. Это, как ни странно, цифровизация жизни. Они имели больше денег и имели больше возможности этим заниматься. И мне кажется, что как раз воздействие на Российскую Федерацию в цифровой сфере, помноженное на тот уровень безалаберности в этой сфере, который мы можем видеть в славянских государствах, оно дает Украине какие-то шансы. Благодарю за внимание. Это все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо, Микола. Пан Микола, я обязательно вернусь к вам потом вопросом. Оставайтесь, пожалуйста. Хорошо. Рубин Меграбян, вы на связи? Да, я на связи. Спасибо. Спасибо вам. Пожалуйста, вам слово. Прежде всего, приветствую всех участников. Приветствую вас, господин судья, спасибо за приглашение, спасибо за возможность высказать свои точки зрения на тему противостояния между Россией и Украиной. буду придерживаться сугубо темы нашей конференции и перед тем, как изложить свое видение того, что произошло, несколько слов о фоне происходящего. Фон является три фактора, на которых я бы хотел обратить внимание, это первое, это начавшаяся последовательная эрозия и распад так называемой российской зоны влияния и моральное банкротство российского преступления внести. Главные внешние симптомы этого, я затрагивать не буду внутренне в самой России, а главные внешние симптомы этого, это нынешнее текущее положение на Южном Кавказе и Центральной Азии. Второй фактор, это уже начавшийся с января, с инаугурации Джозефа Байдена в Вашингтоне, начавшееся переформатирование трансатлантических отношений и восприятие авторитарных режимов Соединенными Штатами как угрозы национальной безопасности США и очевидное усиление ценностной составляющей в политике США, в особенности в отношении России и стран постсоветского пространства, как крупнейшего массива несвободы и антицивилизации на глубине. Вставшего с исключениями территории репрессий, презрения к человеку, авторитарной клептократии, так называемого капитализма для друзей, несменяемых режимов, а также ставшего главным генератором безинформации и кибернападений, фактически развязавшим мировую гибридную войну с целью пересмотра миропорядка, сложившегося после 1945 и 1991 годов. Это второй фактор. И третий фактор, тоже являющийся фоном того, что произошло, это, конечно, глобальная энергетическая революция, которая объективно отнимает у России статус критически важных для Европы страны. Вот эти три фактора, которые я просто выделил, их, конечно, еще больше, но я важнейшими выделил вот эти три. Теперь что же произошло на самом деле, на мой взгляд, то, что Россия была намерена этим актом посредством создания прямой военной угрозы навязать украинской стороне угодные себе политические решения, касающиеся ее внутренней, внешней политики, ее границ, ее политики безопасности и внешнеэкономических связей, вплоть до языковой политики. Этого сделать ей не удалось, и слава богу, более того, ей пришлось отступить, причем значительной мере с потерей лица, не взирая на перспективу долгожданной встречи между президентом и Байденом, и Путином. А также отступить с новым пакетом довольно тяжелых санкций, оказавшись перед лицом политически еще более консолидированной и утилившейся в военно-политическом отношении Украины. И, по моему убеждению, это тоже уже свершившийся факт. Несколько наблюдений, так как в качестве взгляда из Еревана. Вот в вышеназванной дилемме, указанной названием Конституции, возобновление войны или хрупкий мир, я все-таки считаю, что наиболее вероятным все-таки хрупкий мир. Но во избежание первого варианта, нужно быть к нему готовым каждую минуту. Это является лучшим путем профилактики. Второе. Все, что происходит, происходит в русле этой российской доктрины, этого неоимперского проекта, который является угрозой государственности для любой постсоветской страны, причем угрозой экзистенциального уровня. Следовательно, наш интерес в том, чтобы этот неоимперский проект России потерпел полное связь. И объективно в этом жизненный интерес любой постсоветской страны, и прежде всего, и в том числе для армии. А также, учитывая, что организаторами являются этой конференцией мои дружинские друзья, то я скажу, что то же самое касается и друзей тоже. Мы знаем нашу историю всего лишь 100-летней давности, когда Украину в 2018 году съели на обед, а два-два с половиной года спустя нас уже слизнули с ложки на десерт. Это мы отлично помним. А каски. Да, 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 да. И поэтому в этом концепте успех украинской государственности в ее международно признанных границах... Блестящий параллель, господин Мехрабьян, могу сказать. Блестящий, изумительно блестящий параллель. Спасибо. Я не задумал. В контексте этого успех украинской государственности в ее международно признанных границах это важнейший залог успеха любой постсоветской страны. И прежде всего, и в том числе, и Армении, и также Друзии. Поскольку от этого будет зависеть, сработает ли на практике неоимперский проект России. Несколько слов о том, какие у меня ожидания на ближайшее будущее, скажем так, на траткосрочную, может, и среднесрочную перспективу. Это один вопрос, на который, к моему сожалению, уделяется мало внимания. Я все-таки ожидаю активизации политики Украины в странах Восточного партнерства ЕС. Почему? Потому что объективно Украина безусловный лидер, безусловный лидер среди стран Восточного партнерства ЕС. Но ситуация такова, учитывая объективные и субъективные факторы, что как бы у официального Киева пока до этого, скажем так, руки не доходят. Такая активизация в интересах всех, поскольку это объективно усиливает международные позиции, как любой страны в отдельности, так и всех этих стран Восточного партнерства вместе взятых. Такая активизация, скажу так, улучшает европейские перспективы каждый из этих стран и, опять-таки, всех стран вместе взятых. Я, во всяком случае, усматриваю в этом просто прямую королеву. И в этих рамках любые двусторонние, трехсторонние или многосторонние инициативы на основе, подчеркиваю, общих ценностей и видений могут только предоставить. Что касается, уже возвращаясь непосредственно снова к теме, как будет решаться эта вот дилемма, я смотрю на это вполне себе оптимистично. Я верю в будущее Украины и в украинской государственности. Я думаю, что Украина выстояла в эти группы. Украина выстоит и дальше. Я в этом просто не сомневаюсь. Но это будет довольно-таки тяжелый процесс переосмысления, переоценки, внутренней, общенациональной мобилизации и в самом широком смысле слова, не только в военном. Я вижу, что есть у Украины все ресурсы для достойного выхода из создавшегося положения. Слава Украине! Спасибо, дорогой Рубен, за очень интересный. Я хочу намекнуть, что вы в этом вашем выступлении намекнули на нашу следующую конференцию. Вы касались такой темы, я сейчас не буду это оглашать, но это, безусловно, очень значимое. Я думаю, что вы это или случайно сделали, но думаю, нет, вы это не случайно сделали. Вы озвучили действительно тему нашей следующей конференции. Оставайтесь, дорогой Рубен, потом я вернусь к вам к вопросам. Михайло Кацин, пан Михайло, пожалуйста, вы на связи? Да, да, Амиран, меня слышно? Да, да, слышно. Да, отлично, спасибо большое за возможность выступить. Приветствую всех коллег, очень классное мероприятие. И, конечно, когда выступаешь не первым, не вторым, а пятнадцатым, очень важно, чтобы ты запомнился быть провокатором. Поэтому я постараюсь провоцировать участников и как-то спровоцировать дополнительную дискуссию. Обычно именно такая позиция гарантирует участие в последующих онлайн-конференциях. Тем более, на самом деле, очень классное мероприятие. Ну, это так, в порядке иронии, если серьезно, уважаемые коллеги. Я думаю, что нам необходимо перестать тешить себя иллюзиями в отношении будущего авторитарной России. Дело в том, что как бы нам не хотелось, чтобы в России были какие-то политические катаклизмы, как бы нам не хотелось, чтобы та путинская Россия, которая сформировалась за последние 20 лет, она распалась. Я уверен, что в ближайшее время этого не произойдет. Я объясню, почему. Значит, Путин и путинская вся клика, они сделали абсолютно правильный вывод и урок из пагубной политики Советского Союза, которая была, в принципе, на всем протяжении его существования. А именно, в отличие от советской власти, путинская Россия проводит достаточно трезвую экономическую политику. Посмотрите, на сегодняшний день стабилизационный фонд России, либо он у них называется еще фондом национального благосостояния, примерно равен, если я не ошибаюсь, 180 миллиардам долларов, либо 13 триллионам российских рублей. Российское правительство проводит достаточно трезвую финансовую политику. Естественно, что давно уже никакой золотой дождь не сыпется на россиян. Экономическая ситуация в России очень сложная. Российская экономика стагнирует, но она не падает. То есть, проводя вот эту достаточно строгую монетарную политику, которую путинская Россия проводит, нынешняя политическая система может существовать еще очень долго. Я напомню, с чем был связан кризис советской политической системы. Прежде всего, с тем, что Советский Союз был банкротом. К концу 80-х годов Советский Союз был крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции. К концу 80-х годов уже никто не хотел кредитовать Советский Союз. Более того, все помнят низкую цену на нефть, на другие энергоресурсы, которые тоже подкосили ситуацию в советской экономике. И, конечно, поскольку Советский Союз был банкротом, он вынужден был идти по пути либерализации, он вынужден был идти по пути свободного предпринимательства, он вынужден был идти по пути либерализма. И когда, что называется, гайки были сорваны, естественно, вот эта вот волна, она, собственно, смела советскую власть, и благодаря этому Советский Союз распался. На сегодняшний день, к сожалению, нет никаких предпосылок к тому, что нынешняя российская политическая система, она может распасться. Нет вот этого экономического фундамента. Дальше, когда мы говорим о политических изменениях в России. Я напомню, что на рубеже 80-х и 90-х годов было несколько центров власти в России. С одной стороны, это был Горбачев, и было прокоммунистическое большинство на съезде депутатов СССР и в верховном свете СССР. С другой стороны, был легитимный центр власти в Белом доме. Это был Гельцин, это был российский парламент, и фактически те протесты российской оппозиции, которые были против советской власти, они опирались на легитимную властную основу, потому что тогда Белый дом был в оппозиции к Кремлю. Было два центра силы. Это очень важный фактор любой политической нестабильности, когда есть представители легитимной власти. Я напомню, что в 2004 году, когда в Украине была оранжевая революция, в 2014 году, когда в Украине была революция достоинства, оба этих раза уличный протест опирался на оппозицию, которая была в украинском парламенте. И за счет того, что у уличного протеста была смычка с оппозицией внутри украинского парламента, удалось сначала не допустить Януковича к власти, а уже в 2014 году удалось убрать Януковича от власти, после того, как он позорно отказался от европейской перспективы Украины, отказался подписать соглашение об ассоциации в Вильнюсе. В России нет этого источника легитимной власти, на которое мог бы опереться российский протест. Это, к сожалению, факт, с которым необходимо согласиться. Ни одного свободомыслящего депутата в Российскую Государственную Думу не пропустит. Более того, в сентябре мы на выборах в Государственную Думу увидим самую реакционную Думу, которая только была за последние 30 лет в России. Я вам больше всего скажу. Я думаю, что эта Дума будет еще более реакционной, чем та Дума, которая была во время царской России. Мы там увидим всех. Это будет просто шовинистическая российская пропаганда, еще похлеще, чем была в последние годы. И на фоне нее Виторика Кремляна еще будет меркнуть. Собственно, для этого Кремлю и нужна такая шовинистическая Дума. Что касается протестов в России. Несмотря на то, что россияне устали от Путина, Путин уже действительно очень долго у власти, 21 год, ему нечего уже сказать россиянам. Все устали, элиты устали от Путина, потому что понятно, что на сегодняшний день именно элиты страдают от путинской политики. Непростое общество российское, в отличие от советской системы, которая была закупорена, не было социальной мобильности, люди не могли уехать. Сейчас те люди, которые хотят уехать из России, не уезжают. И наоборот, даже Кремль в лице того же Пескова, он даже приветствует отъезд людей из России. И Кремлю это наоборот даже выгодно. Но российские элиты – это те, которые именно страдают от путинской авторитарной агрессивной политики. Но даже несмотря на это, понятно, что позиции Путина не очень прочны сейчас в России. Конечно, с уходом Путина, я думаю, что Путин в 2004 году уйдет. Будет определенная разрядка в международных отношениях. Все-таки, как правило, в России при смене руководителя меняется и политическая стилистика. И она, безусловно, изменится. Насколько эти изменения повлияют на ситуацию внутри страны в России, я сомневаюсь. Я думаю, что там будет продолжаться зажимание гаек, зажимание права оппозиции. На внешних контурах преемник Путина может, скажем так, либерализовать и попытаться наладить взаимоотношения с Западом. Значит, это так, если говорить о России. Просто мы понимали, что с Россией придется, с путинской Россией придется еще очень долго иметь дело. Причем, когда я говорю путинская Россия, подразумевая Россию и после Путина. Потому что она, по большому счету, не сильно изменится. Только поменяется, как я уже сказал, политическая стилистика. Что касается Украины. Конечно, после 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым и де-факто оккупировала отдельные районы Луганской и Донецкой области, Украина сделала действительно очень многое, чтобы повысить боеспособность своей армии. У нас сейчас очень серьезная армия. Армия, которая может дать отпор России. И понятно, что для России война реальная с Украиной, это не будет легкой прогулкой. И очевидно, что если бы Россия решилась, во что, кстати, я не верю, на полную, полномасштабную интервенцию в Украине, Россия бы получила вереницу гробов. И вот тогда действительно это могло бы подшатнуть позиции Путина. Путина это не решится, потому что эта война с Украиной, она будет катастрофически непопулярна среди россиян. И даже по последним вопросам общественного мнения, мы видим, что несмотря на всю кремлевскую пропаганду, которая льется с кремлевских телеканалов, по-прежнему мы не видим, что россияне, они реально готовы к войне с Украиной. Поэтому я думаю, что полномасштабной войны между Россией и Украиной не будет. Но с другой стороны, нам необходимо, конечно же, продолжать управлять свою обороноспособность. Необходимо давить на наших союзников на Западе, с тем, чтобы они более активно проводили и санкционную политику, с одной стороны. С другой стороны, чтобы они реально Украине предоставили гарантии членства в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе. Я думаю, что Украина очень многим заплатила, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу и к НАТО. Понятно, что это перспектива не ближайших лет. Но необходимо дать четкий посыл Украине. Он нужен Украине. Посмотрите, мы зафиксировали в Конституции, в 2019 году еще при Петре-Порошенко, курс на евроатлантическую интеграцию. В том договоре об ассоциации, который у нас есть с Европейским Союзом, ни слова не говорится о том, что Украина в перспективе может стать членами Европейского Союза. В отличие, например, от Европейских соглашений, которые Европейский Союз подписывал с Восточноевропейскими странами после развала Советского Союза и СЭВА, Совета экономической взаимопомощи, куда обходили Восточноевропейские страны этого социалистического блока. Украина нуждается в реальных гарантиях. Украина нуждается не просто в декларации, а в документальном подтверждении, что Украина, да, она не завтра вступит в эти два блока, но у нее есть реальная перспектива присоединиться и к ЕС, и к Североатлантическому альянсу. Я думаю, что точно такие же перспективы необходимо прогарантировать и Грузии, и Армении, и Республике Молдова. Это очень важно. Я думаю, что, завершая, хочу сказать следующее, что, конечно, Запад допустил огромную ошибку, и сейчас очень многие западные политики, которые были у власти в начале 90-х годов, признают, что если бы они поддержали тогда кредитами ту же Россию, удалось бы стабилизировать ситуацию, в итоге путинский авторитарный режим, он бы не пришел к власти, потому что Путин пришел на волне депрессии, апатии и усталости от реформ простых россиян. Если бы Запад поддержал тогда кредитами, возможно, удалось бы избежать и аннексии Крыма, и российской интервенции в Грузии, и много чего такого, что делал Кремль. Я думаю, что сейчас для Запада очень важно не допустить еще одну ошибку. Запад обязан предоставить реальные гарантии в Украине, Молдове, Грузии и Армении перспективу членства в этих двух блоках. Это очень важно. Спасибо за внимание. Спасибо, пан Михайлов. Действительно, был очень интересный доклад. Я много чего могу прокомментировать, но сейчас, исходя из времени, я перейду к господину Рудику, и я вам обязательно вернусь к вопросам. Маленький ремарк хочу сказать, когда вы упомянули про единство в Украине, Грузии и Молдове к стремлению Евроатлантического альянса. Я вам скажу, что господин, пан Микола, думаю, помнит этого. У меня была концепция Украина плюс Грузия плюс Молдова больше, чем альянс, которого я презентовал в Университете Шевченко, это у Мельникова, это Киевский институт международных отношений имени Тараса Шевченко. Там присутствовали и профессора, и политологи. Ну, тогда меня, можно сказать, что немногие поддержали в этом контексте, но посмотрим, жизнь покажет, кто был прав и кто был неправ. Господин, спасибо еще раз пан Михайлу. Мы вернемся к вам. Господин Рудик. Андрей Рудик, вам слово. Спасибо большое, Миран. Добрый вечер, коллеги, друзьям. Спасибо, что ждали так долго, господин Рудик. Да, это ж не проблема совсем. Интересно было слушать коллег. Я же сюда пришел не только выступить, но и послушать других людей. Добрый вечер, коллеги, друзьям, зрителям. Рад всех видеть. В добром здравии, в добром настроении. Большое спасибо, действительно, за поддержку нашей территориальной целостности, нашего, так сказать, дела. Охрана нашей независимости. Да, очень большое спасибо. Свой доклад я бы хотел посвятить, ну, за, так сказать, наличие малого количества времени двум таким малоизвестным аспектам реинтеграции временно оккупированных территорий. Либо назовем эти, скажем, аспекты таковыми, на которые мало кто обращает внимание в силу разных политических причин. То есть, если до этого мы говорили там как-то о прошлом, то есть уже о том, каким образом началась война, и прочее, 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 тоже мне бы хотелось посмотреть, возможно, в далекое будущее, или, возможно, недалекое. Ну, все-таки будем реалистами в очень далекое будущее. Вот, как и мой коллега Владимир Ковчак, сразу же буду размечивать некоторые мифы, хочу обратить внимание на то, каковы эти два аспекта. То есть, самое интересное, парадоксально, они, в принципе, никуда не исчезнут, независимо от того, как будет решен вопрос деоккупации территории, либо военным, либо мирным путем. Потому что эти именно два аспекта, они привели, по сути, к войне и способствовали началу войны. Соответственно, их решение, ну, нормальные решения, как можно посчитать, будет способствовать именно нормализации вот именно процесса реинтеграции. Начну с первого. Украина, как известно, государство с полиэтническим составом населения. Прошу не путать. С такими понятиями, как многонациональное государство, либо по этни, полиэтническое государство. Вот последние два варианта, это как раз запускается российской пропагандой, что у нас, ну, тут многонациональное государство, там куча всяких этносов, прочее, прочее, прочее. На самом-то дело, и куча этносов. Ну, если смотреть на процентное соотношение, все-таки украинцев во всех административно-территоральных единицах нашего государства, они составляют, вернее, представители украинского этноса составляют более 50% населения, каждой административно-территориальной единицы. За исключением от, собственно, аннексированной автономной республики Крым и Севастополь. Это, собственно, первая проблема. Какая проблема? Ну, о этой проблеме не принято говорить, так сказать, в голос, но в этих единицах административно-территориальных, собственно, ну, это по данным переписи 2001 года, ну, касательно Крыма, там, в принципе, ситуация не изменилась. Именно этнические русские, не путать с концептом русскоговорящих украинцев, о котором я чуть попозже скажу, составляет абсолютное большинство населения. Вот, собственно, процесс деоккупации, и когда мы говорим о реинтеграции, даже когда публиковался несколько месяцев назад, публиковалась, прошу прощения, стратегия деоккупации, реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Вот этому вопросу не предъявило внимание. Какому вопросу не предъявило внимание? Это вопросу, что делать с этническими русскими. Именно с этническими русскими. Потому что в украинском обществе этнический русский, не важно, пусть даже россиянин, то есть тот, кто относит себя к российской нации, в целом воспринимается как враг. Соответственно, если мы говорим о нормальной реализации деоккупации, возвращении Крыма и, скажем так, придерживании Украины норм международного гуманитарного права, ни выселить, ни переселить, ничего хуже сделать, ну, в другой, скажем так, недемократичный, откровенно-античеловеческий способ с этническими русскими Крыма мы не можем сделать. А их Крым, это было где-то 58% населения. В Севастополе более 70%, там, 74%, если мне не изменяет память. Собственно, этот вопрос остается открытым. О нем не принято говорить, потому что если какая-то политическая сила заявит о важности этого вопроса, на самом деле он важен, потому что Украина все-таки позиционирует себя как правовое государство. И если мы, здесь мы, забыл сказать, здесь мы не говорим о русских, которые переселились в Крым после аннексии, понятное дело, что по нормам международного гуманитарного права они незаконно туда переселились, но их участь вполне понятна. То есть именно что делать вот этим абсолютным большинством населения Крыма, непонятно. Вот, собственно, этот вопрос крайне важно решать, но это на большое и далекое будущее. Второй аспект, о котором говорят все-таки больше, но именно, скажем так, не придирает ему такого внимания в плане реинтеграции. Это уже упомянутый мной концепт русскоговорящий украинец. Во времена Януковича в Украине целенаправленно культивировался этот искусственный конструкт и искусственный конструкт вокруг него, так называемое языковое меньшинство. Собственно, эти все два конструкта подгоняли для целой ползущей реализации официального статуса русского языка в Украине. Хотя по факту, что ни для кого не секрет, что уникального меньшинства в Украине с какими-то особенными атрибутами культуры, прочее, прочее, не существует. Ну, здесь можно упомянуть, если коллеги из других стран не знают, дискуссия, которая была в украинском обществе спровоцирована с подачей уже бывшего пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юрия Мендера, ну, и включительно с министра внутренних дел Арсенова Лаковым касательно так называемого русского-украинского. Ну, скажем так, этот вопрос можно оставить лингвистам, но сразу же возвращаясь к тому, что я сказал ничего особенного, русский-украинский, так называемый, он не имеет там каких-то уникальных культурных продуктов, каких-то уникальных носителей, чтобы можно было бы с этой идеей носиться. Ну, собственно, это тоже заявление можно критиковать, но по аналогии почему-то в Украине не говорят о польскоговорящих либо румыноговорящих украинцах. Кстати, как бы не странно, я таких даже знаю, людей, которые исключительно мыслят на польском, но почему-то считают себя представителями украинской нации. Это, конечно, тоже их выбор. В общем, в принципе, сложно отрицать наличие русскоговорящих украинцев как таковы. Да, это целое население там юго-восточных областей. Ну, кстати, это касается только городского населения преимущества. Вот даже если брать мою родную Днепр, именно область Липропетровскую, там все-таки сельское население общается либо с уржиком, либо украинским, с так называемым степным диалектом. Но это тоже отдельный момент и отдельный вопрос для дискуссии. В общем, говоря о так называемых русскоговорящих украинцах, в принципе, скажу один простой факт. В рамках украинского и именно украинского этноса такая категория людей, в принципе, ничем не выделяется. Этот конструкт, знаете, там, Украина первого сорта, второго, третьего, там, граждане разных сортов, либо там украинцы, которые употребляют, вернее, на соотношении их к определенному сорту, в зависимости от того, какую язык они употребляют. Это, в принципе, это была избирательная технология, запущенная еще под президентскую кампанию 2004 года. Одну из самых известных, одну из, в принципе, самой скандальных в истории Украины. Поэтому этот вопрос тоже нужно решать. Но каким образом? Именно образом культивации такого факта, что разницы-то, собственно, нет. Разница, как показывает практика, именно культивируется благодаря политическим технологиям. И, собственно, буду подытоживать, что осознание этого факта, именно работа с этими двумя аспектами, будет, вернее, прошу прощения, работа с этими двумя аспектами, сможет Украине дать возможность воплотить не только деоккупацию, но и нормальную реинтеграцию территории. Собственно, от этих двух аспектов, от этих двух проблем, разрастаются другие более известные проблемы. И вопрос выборов. То есть никто не говорит, то есть все говорят всегда выборы, 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 но забывают одну важную проблему. А по какой избирательной системе, если там, например, в Крыму русские проживают, этнически будут проходить там выборы? Очевидно, что при нынешней конфигурации, согласно избирательному кодексу, в Украине действует пропорциональная система с полуоткрытыми списками, там выборы, конечно, так не будут проходить. Ну и там вопросы разминирования, то есть политической коммуникации и прочее, прочее, прочее. Но это уже, конечно, вопросы совершенно другой дискуссии. Благодарю за внимание, коллеги. Спасибо. Спасибо, Андрей. Благодарю вас за, ну, как обычно, очень интересную речь. Господин Суликов, ну, настало время и грузин тоже. Грузинский час наступил, так сказать. Пожалуйста, вам слово. Приветствую всех наших друзей. У меня после такого выступления почти осталось подчеркнуть тот вопрос, как видел и видел эскалацию на Западе стран и как реагировали. Я хочу отметить, что западные партнеры эту угрозу отреагировали, поддержали суверенитет Украины и призывали Россию прекратить агрессивные действия. Действия Джорджа Байдена почти поддержку президенту Зеленскому и подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитетом территориальной ценности Украины. Для меня очень важен тот вопрос, что европейское командование США усилило тогда свою боеготовность и до самого высокого уровня. И, как полагают военные наблюдатели, Крым может занимать статистическую позицию, чтобы запугать Зеленского и потом проверить решимость новой администрации Америки в тот момент. Вообще, как Запад смотрел, и аналитики говорили, говорили, извините, извините, отреагировали, сказали предстоящие, что, подчеркнули другие выступающие, что предстоящие парламентские выборы в России в сентябре и тот уровень поддержки, который был у власти, резко упали, резко упали, и по этой причине Кремль должен был эти вопросы решать загадя, и он надеялся, что мирные соглашения с Зеленским тоже как-то испарились с этого. И в Москве изначально были некоторые оптимисты в отношении того, что будут готовы к какие-то заключительные, ключевым вопросам, какие-то уступки от Зеленского, но они получили от Зеленского совсем другое, который акцентировался на суверенитете Украины и на оккупированном востоке территории и попыткам России дистанцироваться от конфликта. В последнее время мы наблюдаем такое состояние ситуации, когда сам Зеленский разозлил Москву, атаковали его союзников в Украине, в том числе его близкого друга Медведчука, и, как сказать, даже надев браслет на Медведчуку, уже большой удар по Кремлю, я так считаю. Так что сбалансированная политика, какую-то хотел Кремль видеть, не получилось. Для меня очень важна оценка вопроса, который сказал в свое время первый президент Украины Реанид Кравчук. Он сказал следующее, что Путин не готов к широкомасштабной войне из-за страха перед будущим. Я совершенно согласен с этим, но остальное я как рекомендательный вопрос скажу следующее, что для меня лучше было в этой ситуации, что западные страны, особенно Соединенные Штаты Америки, акцентировали внимание на Украину, и восстановили такую должность как куратора по Украине, каким в свое время был Волкер. Загаде еще хочу сказать, что вот эта вся ситуация, особенно напряженность на границе и последние эскалации, которые наблюдали почти месяц с небольшими, еще раз указывает на то, что идет война идет Россия против Украины, и что эта война остается очень активной и он продолжается. Хотя эта война не объявлена война, но все-таки это дает шанс украинскому народу быть сконцентрированным на действии, чтобы продвигаться вперед. И это все мне дает возможность сказать, что все-таки запад очнулся от этих ожиданий, иллюзий, как сказал один из выступающих, и уже призывает и последнее, особенно последнее заявление Кремля, что он опубликовал список недушественных стран, и среди них был упомянут даже Чехия, особенно на фоне их напряженности со взрывом Чехии, указывает на то, что даже европейское руководство и его руководство очень хорошую позицию заняли в отношении России и предупредили о погубленных действиях в намерениях России. И то, что они указали, что они могут быть вовлечены в санкции, где будет указан и будет применяться SWIFT, или, допустим, США ввели новые санкции против допустим, ряд лиц российского руководства и российского финансовых организаций, как Межэкономбанк, указывает на то, что уже Запад очень даже хорошо готов в данный момент против России. Вот мое самое большое заключение. Спасибо за внимание. Микрофон. Дорогой Сулико, спасибо за очень интересную речь. Дорогие друзья, наша конференция подошла к концу, но такие маленькие блиц вопросы, пожалуйста, я не могу вам не задать. Господин Меграбиан, вы нас слышите? Рубен, вы слышите? Плохо мы вас слышим. Слышите? Ну, можно чуть громче? Да, сейчас хорошо. Рубен, такой блиц вопрос, пожалуйста, у нас очень мало времени остается, но я не могу это вам не задать. Смотрите, в Сюнихской области созданы два укрепленных пункта 102 российской военной базы, вы, конечно, в курсе. Это гарантия дополнительной безопасности не только для Сюника, но и для всей Армении, сказал господин Пашинян. Если честно, чисто прагматично мне все понятно. Да. Однако, с другой стороны, военная политическая зависимость от России может резко вырасти. И это тоже понятно. Поэтому, вот у меня такой вам вопрос. В случае обострения российского украинского кризиса, каким образом может сформулировать свою официальную позицию и реван? Ну, вопрос, конечно, у вас был краткий, но он вряд ли будет предполагать краткий ответ. Но Рубен Меграбьян есть, поэтому Рубен Меграбьян, что для него не бывает безвыходное положение. Буду стараться. Я понимаю, что не совсем такой сладкий вопрос. Я понимаю. Ну, то, что вы процитировали Пашиняна, Пашиняна, то, что сказал, это политическое заявление, и это заявление сказано политическим деятелем. теперь, если его перевести, это заявление на язык экспертов, то понятно, что это не будет перевод один к одному. Потому что мы понимаем роль России в нашем регионе. Россия не является решением проблемы. Россия является самопроблемой. Это тезис первой. Тезис второй. Этот шаг направлен на то, чтобы россияне там основали свои опорные пункты, обусловлен тем, что ситуация вокруг этой части Армении, область Туни, обострилась. После этого заявления, как вы знаете, случился пограничный инцидент на армяно-азербайджанской границе. И мы из трех стран сопредседателей низкой группы ОБСЕ, в частности Соединенных Штатов Франции и России, услышали разные оценки случившемуся. И как ни странно, не являющиеся союзниками Армении, США и Франции однозначно заявили о том, что территория Армении неприкосновенная, неприкосновенная ее территориальная целостность, и азербайджанские военнослужащие, которые перешли границу, должны быть выведены на исходные пазики. Но мы этого не услышали со стороны России. Да. Это второй факт. Третье. Никол Пашинян взял всю договорно-правовую базу, которая у нас есть в силу нашего членства в ОДКБ и наших двусторонних отношений с Россией, как там прописано, взял и обратился согласно уставам, согласно положениям договора, взял и обратился и в ОДКБ и значит российскому руководству. Что мы слышим в ответ? Что от этого военного союза? Там есть только нечленораздельные звуки, больше похожие не на ответ военного альянса на вопрос своего союзника на примерно на неауканье кота Леопольда из советского мультика. Это в лучшем свете. то есть нет абсолютно никакой оценки для информации. там идут переговоры, вроде завершаются, есть разная информация, пока официального сообщения нет, но на данный момент мы не видим того, что российская сторона здесь позиционирует себя как союзник. Если в случае Карабахского вопроса Россия имела, скажем так, оговорку о том, что Нагорный Карабах не является зоной ответственности ОДКБ, то территория Армении один к одному является зоной ответственности ОДКБ. Я хочу просто в качестве такой гипотетической параллели сказать, допустим, если вдруг страна X пересечет границу страны члены НАТО, что будет со стороны НАТО. И я просто этот вопрос риторический и просто вот хочу провести параллели с тем, что мы имеем в случае с ОДКБ. Что касается ситуации с Украиной, между Россией и Украиной, ситуацией на Львном Кавказе. Регионально это, конечно, два сообщающихся сосуда. Но я тут согласен с моим другом и коллегой господином Капчаком, это совершенно разные кейсы. Совершенно разные. Один к другому не имеет никакой корреляции и никакого отношения. Поэтому что будет делать Россия на границах Украины, она будет делать. То, что она будет делать в регионе Южного Кавказа, она будет делать. И первое не имеет отношения ко второму. Вот что я хочу обязательно подчеркнуть и довести до моих друзей. тендер. Спасибо. Спасибо огромное, господин Рубен. Микола, господин Микола, у меня к вам такой вопрос. Вы меня слышите, да? Да, конечно, слышно. Это такая горячая информация и очень такая горячая тема, которая сегодня в украинской и в украинской политическом кругу обсуждается. Это касающийся вопрос Виктору Медведчуку. Генеральная прокуратура Украины возбудила дело против Медведчука и его соратника Тараса Козака по обвинению в государственной измене. С одной стороны, это серьезный удар с точки зрения устранения пророссийского влияния в Украине. Но с другой стороны, это может еще больше осложнить и без того напряженную ситуацию между двумя странами. Тем более уже налицо гнев кремлевских лидеров. Как вы думаете, где можно провести грант между войной и национальными интересами страны? Я благодарю вас за этот вопрос. Действительно, это приятная новость для многих возбуждения этого уголовного дела, но я бы постараюсь быть кратким. Мне кажется, что единственная грань здесь выживание национального государства. И поскольку возбуждение подобного дела служит достижению этой цели, несомненно, украинские власти поступили совершенно рационально. Проблема, мне кажется, здесь в другом. Мало кто в Украине верит в то, что возбуждение этого дела против Медведчука и Казака является самостоятельным решением правительства. Ведь по большому счету за 7 лет войны особо ничего не поменялось в действиях Медведчука и Казака, ну или как минимум за 5 допустим последних лет. Трудно предположить, что Зеленский более патриотичен нежели допустим Порошенко и с этой точки зрения проблема заключается в чем? Дело открыто, да, какой-то там попытка ограничения свободы Медведчука предпринята, но мы понимаем, что во-первых крайне маловероятность доведения дела до скажем логического конца в случае судьбы Медведчука и кроме того очевидно, что это вряд ли поможет ликвидировать пророссийское влияние, поскольку оно достаточно развернуто и украинское разголужено скажем развернуто по разным более мелким агентам, но тем не менее новость приятная и остается надеяться на то, что мы сможем ее Украина сможет воспользоваться положительными результатами данного. В данном же случае неудовольствие российских властей не является для Украины чем-то экстраординарным, поскольку оно присутствует давно, поэтому мне кажется, что здесь можно особо не переживать по поводу еще большего неудовольствия Путина или, допустим, его приближенных. Мое мнение таково. Ну, Кри, я прошу прощения, а можно добавить два слова буквально? У меня к вам есть вопросы, но, пожалуйста, у меня к вам еще одно деликатное дело. От вас шум очень сильный идет, и мне пишут, что не могут слушать наших выступающих. Я вам обязательно задам вопрос, извини. Хорошо. Владимир Копчак, вы здесь? Да, я на месте, слушаю. Да, Владимир, такой вопрос к вам и, пожалуйста, учитывайте, что мы скоро заканчиваем, мы уже долго в студии. Вот, Владимир, вот такой вопрос. Как стало известно, в июне на саммите НАТО обсудят дорожную карту по вступлению Украины в Альянс. На ваш взгляд, что такое решение принесет Украине? Больше безопасности или больше угроз? Вопрос может показаться каким-то вроде вам риторическим, но мы вправе задавать вопросы таким образом, особенно, если вспомнит саммит 2008 года и судьбу Грузии. Думаю, вы со мной согласны. Да, я согласен. Это, безусловно, предоставление Украине ПДЧ станет ключевейшим решением, важнейшим решением для Украины очень коротко, чтобы не рассказывали разные эксперты, эксперты в кавычках. Это 100%. Дальше очень коротко. Мы сейчас очень плавно и не совсем тихо уже подходим к, скажем так, формату, когда, собственно, предоставление Украине членства в НАТО и Грузии или ускорение его максимальное в виде ПДЧ или чего-то другого, это уже проблема не столько Киева и Тбилиси, сколько проблем на собственном Альянсе. Вы легко без меня назовете страны, которые на разных фазах и этапах принятия в Альянс гораздо меньше соответствовали по стандартам и всему прочему, чем сейчас Украина и Грузия. Конечно. Да. То есть вопросы о стандартах, о реформах и обо всем другом в контексте принятия или неприятия Украины и Грузии в НАТО это уже стали таким себе общим местом и идут в фоновом режиме. Конечно, я, скажем так, знаете, как футбольный болельщик, я скептичен касаемо того, что это самое ПДЧ нам будет предоставлено в июне в Брюсселе. Я сомневаюсь, что, скажем так, прежде всего Вашингтону получится склонить к сожительству в этом плане Берлина и особенно Париж. Поэтому, но с другой стороны есть разные сценарии. То есть, грубо говоря, точно так же был бы оптимален, даже более бы оптимален для Тбилиси и для Киева, например, вариант стратегического союзничества с Соединенными Штатами Америки, то есть союзник США вне рамок НАТО. То есть форматы существуют, эти страны, в которых в таком формате живут, они очень хорошо известны. А дальше я вернусь, могу только повторить свой тезис последнего основного доклада, что любая помощь, которая будет выходить за рамки глубочайшей обеспокоенности, будет для нас приятным бонусом. Спасибо большое еще раз за возможность выступить. Спасибо, Владимир. Михайло Кацин, Пан Михайло, вы здесь? Да. У меня к вам такой полупровокационный вопрос. Ну, вы понимаете, и вам, ну, вы не будете избегать от ответа, поэтому я специально выбрал для вас. Ну, смотрите, вы очень хорошо знаете мое отношение к президенту Зеленскому, ну, вообще в Украине, ну, когда были президентские выборы, я два раза и на первом туре присутствовал в Украине, и на втором туре, я поддерживал ее, но я поддерживал в первую очередь Украину, и мне, я думал, что надо было серьезный политический чейндж в стране, и поэтому я ее поддерживал. Смотрите, в 11 мая Зеленский заявил, что Россия не посмеет торгнуться в Украину. Получается, потому, что это приведет к мировой войне. Как вы думаете, на каком основании он сделал такое оптимистичное заявление? Что или кто дает ему повод так говорить? Да, спасибо большое, Амиран, за вопрос. Не сильно большой шум идет с моей стороны. Нормально? Ну, если это нельзя исправить, мы потерпим. Смотри, значит, первое. Президент Зеленский, он все-таки не политический активист. Это президент, который должен достаточно выдержанно всегда высказывать свою позицию. И давай совсем откровенно скажем. Вот на теме российской агрессии, российско-украинской войны очень многие политики оппозиционные в России и просто украинские политики внутри Украины, они делают очень хороший бизнес и очень хороший пиаровский капитал. В чем это проявляется? Вот в постоянном нагнетании ситуации, вот в таком постоянном методичном нагнетании ситуации, которое потом можно очень хорошо, пиаровски выгодно продать, опять же, за рубежом и получить какие-то бенефиты от этого. Это тоже большая проблема, это тоже есть, но на то и, что называются политические активисты, журналисты и так далее, и так далее. Но что касается Владимира Александровича Зеленского, он взвешенный политик, он понимает, что Россия не решится на полномасштабную агрессию в адрес нашей страны. Более того, Россия бы не решилась даже на аннексию Крыма, если бы не сбежал господин Янукович, позорно предавший Украину, если бы тогда Украина не была так слаба. Россия бы не решилась, если бы она понимала, что это чревато серьезными последствиями. Вот посмотри, сейчас происходит судебный процесс, в котором фигурирует господин Виктор Медведчук. Ты задавал этот вопрос нашему коллеге. Посмотри внимательно на реакцию Путина. По сути, Путин абсолютно спасал. Он явно пропустил этот сильный ход со стороны Владимира Зеленского. Я хочу тебе сказать, что это реально очень сильный ход. Почему? извини, извини, но не могу так сказать. Он очень дерзко высказался по этому поводу. Я сам смотрел, ему это очень сильно не понравилось. Он даже высказался так, что как будто политический процесс и демократия в Украине переживает последние дни. Смотри, Амиран, что я имею в виду? Что мы услышали от Путина? Что Украину делают анти-Россию. что-то как-то так сказал. Это была такая вялая реакция со стороны Путина, потому что ему что-то нужно было сказать. И на этом реакция России ограничивается. И это реально был очень хороший ход со стороны Владимира Зеленского. Поскольку с одной стороны он многом оттягивает на себя голоса тех людей, которые традиционно голосуют за Петра Порошенко. С другой стороны, он поставил Путина в ситуацию, когда Путин должен каким-то образом защищать своего кума, защищать своего родственника. Он не может, нет у Путина механизмов защищать своего кума на территории Украины. И по сути, с одной стороны, российское общество ждет от Путина каких-то резких шагов, каких-то резких заявлений, а не может Путин. Как оказалось, вот в этой ситуации по сути у Путина связаны руки. И тут эта слабость позиции Путина, она очевидно видна, что Путин сейчас явно пропустил ход. Будем наблюдать, как ситуация будет развиваться. Очевидно, что Владимир Зеленский сейчас приобрел определенный политический капитал и дополнительные электоральные возможности для переизбрания. Но в то же время, если, например, будет оправдательный приговор в адрес господина Медведчука, если вина не будет доказана, то очевидно, что это в том числе не понравится его часть электората Владимира Зеленского, которые поддержали такое развитие событий. То есть фактически здесь с одной стороны президент Зеленский он сорвал реальный политический банк, но с другой стороны впереди до президентских выборов еще три года эту ситуацию за три года вот этот процесс вокруг Пиктора Медведчука он каким-то образом результируется. И это очень важно понимать. То есть завершая, что я хочу сказать, что сейчас мы вот на фоне вот этой ситуации с господином Медведчуком увидели, что на самом деле Владимир Путин очень слаб и в определенных обстоятельствах он не способен на сильные и резкие решения. И самое главное, то, о чем я говорил, любая полномасштабная агрессия в адрес Украины обернется для Путина вереницей гробов, которые, безусловно, похоронят его власть в России. Спасибо. Спасибо большое, Михайлов. Спасибо всем вам. Андрей, пожалуйста, очень коротко у меня вопрос, если сможете в двух словах ответить на этот вопрос. Смотрите, ежегодно в основном летом в Крыму остро стоит проблема пресной воды. Мы все это знаем. Проблема носит исключительно гуманитарный характер, мы это тоже не можем исключить, хотя мы все понимаем ее и политический контекст тоже. Как украинский политолог, по какой минимальной цены Украина будет готова решить эту гуманитарную проблему? В то же время подчеркнем тот факт, что гуманитарный кризис в Крыму часто рассматривается как катализатор ожидаемой агрессии. Ну, смотрите, здесь вопрос очень интересный, каким образом. Плохо то, что времени очень мало. Ну, прямо если вы можете четко сказать минимальную цену, минимальную. Минимальная цена такова, что ее в принципе нет. Да, есть политические силы, да, есть даже депутаты в куларах, но благо они там не обладают значительным политическим влиянием, которые готовы говорить об этом, об открытии канала на верхах, ни в ОП, ни там в правительстве том же, не готовы пока сейчас, особенно в случае последних событий, вообще там каким-то образом уступать северокрымский канал вопрос открытия воды. По поводу агрессии тоже коротко скажу. Понимаете, это как раз собственно, если бы Россия этот бы канал так бы сильно был бы нужен, вот именно как источник воды, ресурса, он бы был бы уже у них. Навожу пример. Мало кто помнит и знает, когда аннексировали Крым, тогда еще чуть-чуть в Херсонской области заодно аннексировали Арабадская стрелка часть ее, потом вернули правда в декабре в одностороннем порядке. И отмечу одна из моих любимых тем это вопрос демаркации. Русские заняли Крым по существовавшей границе. До начала северокрымского канала там это Таврийск, там недалеко. То есть не было проблем создать этот коридор. Не было. И поэтому возвращаясь к вашему вопросу, вот эта проблема северокрымского канала, которая актуализируется с года в год и с года в год это вопрос просто политического давления раскачки уже самой Украины. Спасибо. Спасибо всем дорогие гости, дорогие участники. Я думаю, что действительно конференция была очень интересной. у нас слушали очень многие, особенно Facebook Live, лайки будут постепенно увеличиваться. Мне пишут, что мы в хорошем направлении, мы развиваемся. Это, конечно, благодаря все вам и ту группу, клубу, который мы все вместе создали. Спасибо, пан Микола. Вы не только блестящий специалист, профессор, политолог, вы и мой друг. Спасибо, господин Меграбьян, мой друг, мой близкий мне человек, мой кавказец. Пан Владимир, спасибо вам. Спасибо, господин Сулико. Спасибо, Андрей Андреевичу. Илья Пономареву, Андреасу Умланду, моему другу, Андрею Рудик. Спасибо и всем, ну, конечно, двух наших очаровательных дам, Татьяна Нагорняк и Елена Габриэль тоже. Я буду сказать очень коротко то, что наша следующая конференция состоится, как обычно, и наша тема будет, которого я вам потом попозже напишу, но эта тема будет очень интересная, будет очень трогательным тоже. Многими может и не захочется вообще комментировать, но мы специалисты, и мы не можем избежать такие вопросы, которые интересуются слушателю, и мы должны носить все это своими плечами. Думаю, вы все согласны. Спасибо вам еще раз. Дякую всем. Сегодня флаг Украины это был не случайно, исключительно еще раз я и господин Сулико, мы две грузины, мы этим жестом проявили свою солидарность, свою любовь, искреннее уважение украинскому государству и украинскому народу. Дякую, моя Украина, слава Украине, героям славы. Дякую вам всем. До свидания. До свидания. Счастливо вам. Переходим уже на вторую часть. Я попрощаюсь с моим господином. Спасибо. До свидания. До свидания. Батону Силькову. Гесвент в Украине, Батону. Гесвент. Мем гони, хвела пери залиян залиян карги о хвела пери ави агер мцерен батонуси ром. Мцерен ром марклац ром шедга. Марклац ром арис хвела пери нормал рат. Ме митхра батон ман Николоз Вашак и дзем ром ню гас ню гавида хо ром заинтересо хвела митхра 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 мивцер мем гони ссори мимар тул бит витар бит 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 митхра митхра ме олешем тхваши асэм гония мем гония ning гавида митхра митхра двигают митхру асэм митhра вот таких г松 mare митб пров central митхра мит гю Русские, Пионтковские, Умланды были специалисты. Но в Европе это было очень много. Андрей Пионтковский, Илья Пионтковский. Это было очень много. Национализм, Европы, Русский, Русский, Уссевский, Национализм и Национализм, и Европы политика, и фашисты, и специалисты, и действуют в Камые, маяши, и в Камые. И это было совсем не так, это было очень много, но этот грамот, кто меня видит в Каматибиан, это было украинцы, троих из них в том, что мы не знаем, что «Америка в Турции, в Турции». И мы только в том, что это была Америка, мы только ожидали возведения Овку, но и в том, что мы требовали результаты полной месторства, мы также будем работать по очень большему инсуру��, если мы поддерживаем Америка в Турции. И мы также думали, что мы думали, что мы будем делать решение, и мы будем делать решение конкурентов, Я думаю, что эта конференция, которая не имеет никакого времени, не имеет никакого образования, не имеет никакого организации, но не имеет никакого значения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...